Дорогие коллеги, друзья, добрый день. Мы начинаем наше заседание, посвященное защите диссертации на исследование доктора геолого-минерологических наук Гуржия Владислава Владимировича по научной специальности 1.6. 4. Минерология, кристаллография, геохимия, геохимические методы поиска полезных ископаемых. На тему кристаллохимии природных и синтетических сульфатов, селенитов и селенатов уронила. Уважаемые коллеги, рад видеть такую добрую аудиторию. Дело у нас серьезное, ответственное. Докторская степень – это высшая научная степень в России. Поэтому заседание наше регламентируется определенным протоколом, и я должен им следовать. Итак, первый пункт протокола. Приказом ученого-секретаря Санкт-Петербургского университета Гнёдова Александра Валентиновича от 10 февраля 2022 года, номер 1001-1, я, Бруснистин Алексей Ильич, доктор геолога-минерологических наук, профессор кафедры минералогии Санкт-Петербургского университета, назначен председателем данного диссертационного совета. Этим же приказом утверждены члены диссертационного совета, которых я с большим удовольствием представляю. В зале присутствуют Филатов Станислав Константинович, доктор геолога-минералогических наук, профессор кафедры кислографии Санкт-Петербургского государственного университета, Бураков Борис Евгеньевич, доктор геолога-минералогических наук, старший научный сотрудник физико-технического института имени ЕОФА, Российской академии наук. Пушкин Денис Вальеревич, доктор химических наук, доцент, исполнительный директор химического факультета, заведующий кафедрой неорганической химии, Самарский национальный исследовательский университет имени Академика Королева. В режиме удаленного доступа с нами в работе совета участвуют еще два члена совета. Это Соколова и Елена Вадимовна, доктор геолога-минералогических наук, Манитопский университет Канада. Елена Владимировна, добрый день, вы нас слышите? Я вас слышу, прекрасно, спасибо. Спасибо, спасибо. И Штукинберг Александр Григорьевич, доктор геолога-минералогических наук, профессор кафедры химии факультета искусств и наук в Нью-Йоркске университет Соединенных Штатов Америки. Александр Григорьевич, вы нас слышите? Да, я вас слышу. Замечательно, мы вас тоже все слышим. С нами присутствует соискатель Гуржий Владислав Владимирович, а также на нашем заседании присутствует научный консультант соискателя, доктор геолога-минералогических наук, член-корреспондент Российской академии наук, профессор кафедры кислографии Санкт-Петербургского университета Сергей Владимирович Кривовичев. Сообщаю, что ведется аудио-видеозапись нашего сегодняшнего заседания, прямая трансляция на сайте университета и осуществляется синхронный перевод с русского на английский, с английского на русский язык. На экране прямой трансляции заседания есть указанный адрес электронной почты, на который в течение заседания любой желающий может задать вопросы по теме диссертации, касающейся ее непосредственно содержания. Эти вопросы техническими службами будут направлены мне, и я их озвучу во время дискуссии или во время проведения нашего собрания. Вопросы должны касаться непосредственно теме диссертации и обязательно указать фамилию, имя, отчество спрашивающее и донорность, место работы. Без этого вопросы не будут озвучены. Вопросы не будут озвучены также те, которые не касаются диссертации, а также анонимные вопросы. В соответствии с порядком присуждения в Санкт-Петербургском государственном университете ученой степени доктора наук, утвержденной локальными нормативными актами университета, заседание диссертационного совета считается правомощным, если в его работе принимают участие не менее двух третей от утвержденного состава диссертационного совета, но не менее четырех человек. Наш диссертационный совет в количестве шести человек присутствует в полном составе, и поэтому у нас кворум есть, и мы можем приступить к работе. Прошу сотрудника отдела обеспечения деятельности диссертационных советов оформить явочный лист. Коллеги, у нас установлен регламент работы нашего сегодняшнего собрания, который я по протоколу опять же должен озвучить. Он из 16 пунктов. Начинаем. Первое – это краткая информация председателя совета о соискателе. Второе – это доклад соискателя, отражающий основные достижения по диссертации. Мы обсудили этот вопрос и договорились, что доклад будет 40 минут. Это докторская диссертация, поэтому 40 минут. Далее, третий пункт – это вопросы и ответы соискателя. Выступление всех членов диссертационного совета поочередно с оценкой диссертационного исследования. Выступление председателя совета со своей оценкой. Ответы соискателя на вопросы, замечания. Следующий пункт – это открытая дискуссия, где может выступить каждый из присутствующих в зале со своей оценкой этой работы или какими-то соображениями, но непосредственно по теме сделанного доклада и по теме диссертации. При этом большая просьба всех, кто собирается, планируется и хочет выступить, отметиться в регистрационном листе и перед выступлением назвать свою фамилию, имя, отчество, чьё название, должность и место работы. Ведётся запись, и это всё нужно для документов. Дальше. Это представление представителям вопроса в адрес соискателя, поступивших при обсуждении в процессе научной дискуссии по трансляции, вот то, о чём я уже говорил, и ответы соискателя. Следующий пункт – это выступление научного консультанта, и, наконец, обсуждение с членами диссертационного совета перед открытым голосованием итога работы, открытое поимённое голосование, подсчёт голосов, занесение их в протокол, принятие решения, и, наконец, это последнее слово, уважаемые соискатели. Заключительное слово, я говорился, да. Планируемое время защиты – это три часа. Три часа набираемся терпения. Уважаемые коллеги, уважаемые коллеги, есть ли вопросы по данному регламенту? Вопросов я не услышал, тогда давайте приступим к его реализации. Я прошу всех присутствующих в зале отключить звук мобильных телефонов, чтобы он нам не мешал, а вот, уважаемые коллеги, кто участвует с нами в дистанционном режиме, наоборот, включить телефоны на случай, если будут какие-то технические сбои. Итак, приступаем, собственно, к защите диссертации. Сначала информация о соискателе. Диссертация Гуржия Владислава Владимировича на соискании ученой степени доктора геолого-минералогических наук по научной специальности 1.6.4 минералогия-кристаллография геохимии и геохимические методы поисков полезных ископаемых на тему кристаллохимии природных и синтетических сульфатов селенитов и селенатов уронила, принята к защите приказом ученого-секретаря Санкт-Петербургского университета от 20 января 2022 года за номером 303.1. Гуржий Владислав Владимирович выполнил свое диссертационное исследование на базе Санкт-Петербургского государственного университета. Его научным консультантом является доктор-геолога минералогических наук, член-корреспондент Российской академии наук, профессор кафедры космографии Санкт-Петербургского университета Сергей Владимирович Кривовичев. Количество публикаций соискателя, в которых излагаются основные научные результаты диссертации, согласно представленному списку, 39 работ. В рецензируемых научных изданиях из перечня утвержденного Миноборнауки Российской Федерации две публикации, в изданиях, индуксируемых в нокометрических базах данных Web of Science и Scopus 37 публикаций. Все представленные соискателем документы по полученному информации от куратора соответствуют установленным в исполгу требованиям и хранятся в аттестационном деле соискателя. Их копии также есть у сотрудника отдела по обеспечению деятельности диссертационных советов, которые сейчас присутствуют на заседании. Уважаемые члены диссертационного совета, есть ли у вас вопросы к соискателю, в том числе, есть ли необходимость оглашать список представленных соискателем документов? Вопросов нету и необходимости представления этого списка тоже нету, все с ним уже знакомы. Тогда я представляю слово Владиславу Валимовичу. У вас 40 минут. Пожалуйста, огласите основные результаты. Уважаемый председатель, уважаемые члены диссертационного совета, большое спасибо за предоставленную возможность сделать доклад, который будет посвящен крислохимической тематике и рассмотрению ряда природных и синтетических соединений, которые подпадают под группу сульфатов, селенитов и селенатов уранила. На самом деле история исследования урана уже многие годы подкидывала для ученых очень интересные события, начиная с первых попыток выделить металлический уран, которые были предприняты Мартином Клапротом. Это первое вещество, которое он посчитал металлическим элементарным соединением, он и предложил именовать в результате ряда дискуссий именно вот этим новым именем в честь недавно открытой планеты. Но, как оказалось, и так оказалось около полувека, что выделил он не металлическое, не элементарное соединение, а всего лишь оксидную форму, но чистую оксидную форму. И вот только 50 лет спустя все-таки удалось выделить этот элемент в чистом виде от Эженом Пеллига. Ну и в продолжении, естественно, такой хронологии совершалось еще очень много различных событий, которые, естественно, я в своем выступлении не буду на них сильно акцентировать, но не могу не привести фразу нашего знаменитого, всемирно известного ученого-химика Дмитрия Ивановича Менделеева, который, начиная где-то с рубежа веков, если мне не изменяет память, там с четвертого, наверное, издания своих основ химии, вот упоминал вот такую фразу, убежденный в том, что исследование урана, начиная с его природных источников, поведет еще ко многим новым открытиям. Я смело рекомендую тем, кто ищет предметов для новых исследований, особо тщательно заняться урановыми соединениями. Ну, можно сказать, что этому совету мы и воспользовались в рамках наших исследовательских работ. Значит, что мы знаем про природные соединения? Всего в природе сейчас считается около 300 минералов урана, и около 250 из них содержат именно вот ион уран 6+, то есть уран в степени окисления 6+. То есть остальные 50 минеральных видов содержат как 4-х валентный уран, например, как уранинит, это самый такой основной минерал, природное соединение для нашего язерного промышленного комплекса. Ну, так и, например, такие минералы, в которых уран входит в виде примесей. Ну, например, флюорнатор перохлор, формула которого приведена здесь на слайде. Ну и вот видно, да, вот это место, так сказать, иона урана 6+, именно в структуре этого соединения. Вторичные минералы урана, а речь пойдет именно о них и о их синтетических аналогах, можно разделить на ряд групп. Ну вот представлено здесь на слайде разбиение. Если проводить некоторые статистические выкладки, то в структурных базах данных содержится около 1500 структур соединений урана в неорганической базе данных кристаллических соединений, которые содержат как 6-ти валентный уран, ну и вот еще порядка 800, которые содержат в своей структуре 4-х валентный уран. Органическая база кристаллических структур содержит уже более 5-ти с лишним тысяч таких комплексов. То есть это довольно богатая такая структурная химия соединений. Ну и здесь, как сказать, если мы немножко в сторону отодвинем металлоорганические соединения, которых в этой выборке из 5-ти с лишним тысяч, конечно, основная масса, то большинство уранилосодержащих структур основаны на слоистых комплексах. Несколько менее распространены цепочечные структуры. Ну и вот известно также среди этой массы некоторое количество каркасных соединений и наноразмерных комплексов. Значит, если мы поговорим в принципе по проявлению природных соединений, то сульфаты с фосфатами, можно сказать, примерно делят первое место по количеству минеральных видов среди вторичных соединений. Уже более 50 в этой группе. Ну и селениты, о которых в том числе пойдет сегодня речь, их всего 7. Открыто на сегодняшний момент. Ну и, естественно, поскольку в работе мы будем проводить параллели природы и препаративной химии, то можно сказать, что наиболее представительная группа синтетических соединений шестивалентного урана – это селенаты. Их более 150 комплексов синтезированы и структурно охарактеризованы. Ну и сульфаты не сильно отстают от этой выборки. То есть порядка 130 структур можно найти. Ну вот здесь мы говорим чисто о таких вот неорганических соединениях, либо неорганических урансодержащих комплексов, заряд которых компенсируется органическими молекулами протонированными. Стоит отметить, вот такую небольшую ремарку сделать, что селен довольно интересный элемент в плане радиохимии. Дело в том, что его содержание порядка 53 грамм на тонну после трех лет облучения топлива в ядерном реакторе. То есть поэтому, в принципе, этот элемент присутствует вот в отработавшем ядерном топливе. В результате окисления первичных сульфидов, такие как, например, перид, халькоперид, то есть классический селен, содержащий сульфидов или селенидов, в принципе, таких как берцелянид и трактолит, образуются сильно кислые растворы, которые, в принципе, являются аналогом, ну или аналогом наоборот этих природных растворов можно считать техногенный кислотный дренаж, которые очень активно влияют на коренные породы, содержащие уран, окисляют уран до шестивалентного состояния, ну и переводят его в мобильную форму. Тем самым именно из таких вот растворов, которые получились в различных урановых рудниках, например, и кристаллизуются вот те самые природные соединения уранилсульфаты и уранилселиниты, о которых пойдет речь в сегодняшнем докладе. Ну и, конечно же, нельзя обойти внимание внешний облик этих минералов, потому что он действительно притягивает взгляд своим таким ярким представлением на горных породах, то есть это такие зеленоватые, желтоватые, цветные, ну, мимо которых, конечно, невозможно пройти мимо. Вот. Если говорить не только о природных соединениях, да, но и, скажем так, о соединениях, образующихся в результате, ну, каких-то таких техногенного вмешательства, вот, то соединения шестивалентного урана были обнаружены, например, вот на поверхности ЛАВ, да, образовавшихся в процессе Чернобыльского инцидента. Вот. Кроме того, коллоиды, например, урана, да, там и плутония в том числе, были обнаружены, значит, в трех с лишним километрах от источника загрязнения озера Карачай, что на Урале, да, находится вот близ города Озерска. Вот. То есть это говорит о том, что действительно изучение, значит, структуры, да, соединения, структуры — это, по сути, основной, да, источник информации, достоверный, да, и прямой, непосредственный источник информации о веществе, из которого мы уже потом можем делать различные выводы о проявлении тех или иных свойств, является, ну, очень насущным и жизненно необходимым для современной технологической цивилизации, чтобы понимать миграционные способности этого элемента, да, образование, значит, каких-то устойчивых нерастворимых фаз, ну, чтобы влиять на, в том числе и, ну, экологическую безопасность. Значит, характерной особенностью ионов шестивалентного урана является образование линейных комплексов урану-2, которые получили название уранил-ионов. Атомы кислорода уранил-ионов практически полностью валентно насыщены, вот, а экваториальные атомы, которые, да, вот, координируют уран, вот, в плоскости перпендикулярно уранил-ионов, вот, они не сильно насыщены, то есть для кислородов это порядка где-то 0,5, да, валентные единицы, и именно этим обуславливается, в основном, вот, та самая горизонтальная полимеризация, да, направление вот этой полимеризации, предпочтительная горизонтальная полимеризация координационных полиэдров уранила. То есть это образование слоев, да, ну, или каких-то вот цепочек лента. Соответственно, на слайде здесь вы можете видеть традиционную, да, вот такую классическую форму представления координационных полиэдров для урана, то есть это либо тетра, пента или гексагональные дипирамиды, вот, ну, и для сельнит-ионов, да, это вот такие пирамидальные, тригональные пирамидальные комплексы селено-3, значит, с атомом селеново-пекальной вершине, ну, и тетраэдрические классические оксо-анионы, там, для сульфатов, селенатов. Вот, вот, таким образом, да, это выглядит несколько в более оживленном виде. Ну, и в работе, да, и в докладе будут использованы различные способы представления структурных единиц. Значит, для разреженных структур, где полимеризация полиэдров уранила осуществляется, значит, через, там, общие вершины, да, мы используем графическое представление, то есть где черные вершины соответствуют атомам урана, белые вершины соответствуют атомам, ну, как-то серы или селена, ну, и наличие ребра между вершинами соответствует мостиковому атому кислорода между корниционными полиэдрами. В том случае, если полиэдра уранила и, ну, другого какого-то высококвалентного катиона связанное через ребро, то вот будет рисоваться двойная вот такая связь. Значит, в случае так называемых плотных структур, где полиэдра уранила связывается через общие ребра, ну, мы используем метод анионной топологии, то есть когда остаются только экваториальные анионы, значит, все остальное убирается, ну, и вот в результате, да, есть, значит, набор неких многоугольников, то есть это от трех, четырех, пяти, шестиугольники, которые друг с другом каким-то образом взаимодействуют. Значит, на сегодняшний день группа цепиита является, пожалуй, наиболее представительной, да, для природных сульфатов уранила, то есть для которых, как вы уже видели, известно, уже более 50 минеральных видов утвержденными, да, ну, и вот в группе цепиита, которая относится к 15 минералов, представлено, ну, наиболее широко, и вот здесь вы можете видеть перечень, да, минералов, то есть это различные катионы, которые, значит, компенсируют, да, отрицательный заряд уранил сульфатного слоя, ну, а сам слой, да, и его анионная топология представлена здесь же на слайде. Как вы можете видеть, этот слой относится как раз-таки к плотным структурам, то есть это такие плотные цепочки, да, значит, из пентагональных дипирамид уранила, ну, вот, которые связаны друг с другом через вершины с тетраэдрическими сульфатными комплексами. Кроме, значит, таких вот структур цепиитовых, ну, вот известен минерал, например, уранопелит, да, который тоже основан, ну, вот, по аналогичному принципу, значит, когда у нас есть, значит, такие вот цепочки, да, из, ну, фрагмента, сказать, да, вот такие гексомеры из пентагональных дипирамид уранила тоже, которые друг с другом связаны через тетраэдры СО4. Вот, минералы ягонид и линсид, да, вот, состоящие, вроде как, да, имеют довольно много, ну, такого пространства, но, тем не менее, топология здесь тоже описывается, вот, как бы, как плотные структуры из-за сочленения, вот, ну, и довольно известный топологический тип, ну, вот, это уранофановая топология, вот, прошу прощения, фосфоренолитовая топология, значит, да, вот, которые, значит, кристаллизуется от соединения. Значит, к чему это я все веду, да, вот эти примеры, которые я привел, это примеры, которые известны уже довольно давно, то есть, с момента, собственно говоря, первых открытий природных уранилсульфатных соединений, ну, вот, они были на виду и продолжают открываться новые соединения вот этих типов. Тогда, как в последнее время, вот, начали появляться, а до этого они были редкостью большой, вот, в шахтах, да, вот, на выработках соединения, структура которых основана на, ну, разреженных комплексах, то есть, в которых полиэдра уранила связываются друг с другом только через какие-то тетраэдрические оксанионы, ну, либо через общие вершины. И вот примеры таких, структур таких минералов вы можете видеть здесь на слайде. На этом слайде представлена такая общая систематическая, да, вот, ну, систематика, да, общая классификация уранилсульфатных природных соединений, да, минералов, вот, и основную массу, да, вот именно по выборке как раз-таки составляют вот такие вот комплексы, содержащие плотное, да, вот такое сочленение полиэдров, кондиционных полиэдров уранила. В процессе лабораторных исследований, ну, вот, мы решили как-то изучить, каким же образом, да, ну, и какие вот термодинамические параметры влияют на кристаллизацию соединений, вот, ну, и вот провели эксперимент в качестве аналога, первого, да, вот, первичного реагента мы взяли синтетический аналог минерала скупит, вот, это такой оксогидроксогидрат уранила, который считается, вот, одним из первых, ну, истинно, да, вторичных минералов, образующихся после уранинита на месторождениях, вот, ну, и поместили его вместе, рядом с других реагентов, в гидротермальную среду на сутки, да, при температуре 110 градусов, с последующим испарением при комнатной температуре, и в результате такого эксперимента нами было получено 4 новых фазы, вот, причем две из этих фаз были получены непосредственно сразу же в результате эксперимента, то есть как только вот этот автоклав был вскрыт, то есть на дне, значит, тефлоновой капсулы уже присутствовали кристаллы вот этих двух соединений, и, как мы видим, оба эти соединения относятся, вот, как раз-таки к плотным структурам и рассматриваются в рамках соответствующих анионных топологий, причем одно из них, да, было открыто нашими самарскими коллегами некоторое время назад, ну, было получено впервые, да, синтетическим путем, оно является аналогом, вот, природных соединений с цепитовой структурой, вот, значит, в процессе испарения, да, при комнатной температуре из оставшихся растворов, вот, было получено еще две другие фазы на выпаля, то есть они выпали уже из, как сказать, на прикомнатной температуре, да, без нагрева, но из предварительно нагретых, да, растворов. И здесь реберного сочленения координационных полиэдоров урана мы уже не видим, хотя, ну, вот, остается реберное сочленение полиэдоров урана и, вот, сульфатных оксианионов. И, вот, изучив литературу, мы нашли еще несколько соединений с подобным, да, вот, архитектурой вот этих вот самых структурных комплексов, вот, и можно даже, вот, наметить некоторую такую эволюцию преобразования вот этих вот структурных единиц от островных, которые, например, есть вот в минералах колопаратит, там, лусерит, пелегатит, вот, и навроцкиит, да, вот, не так давно утвержденный минерал, вот, к чуть более сложным островным комплексам, таким, да, как вот, обнаружен в синтетическом соединении, уранил сульфатикалия, до минерала от таганит, потом соединение цепочное, которое представлено в нашей вот работе, и, в конце концов, до слоистого, да, соединения, опять-таки, представленного в рамках данного исследования. Значит, в продолжении вот таких вот экспериментальных работ по изучению влияния температуры на кристаллизацию соединения уранила, мы воспользовались также гидротермальным методом, но при значительно более вдвое, более низких температурах. То есть это низкотемпературные гидротермы, да, ну, скажем так, температура чуть более комнатной, скажем, которая вполне может быть достигнута, ну, вот, и в том числе на каких-то месторождениях, например, в той же Африке, там, да, вот, в Конго, под открытым солнцем. В результате эксперимента было получено 8 урансодержащих фаз, 6 из которых являлись новыми, вот, и вот пример этих структур вы здесь можете видеть на слайде, в том числе одно из новых соединений представляет из собой каркасную структуру, что является большой редкостью для вот химии, да, вот такой вот сульфатной, да, неорганической сульфатной, уранилсульфатной химии, вот, но интересно здесь, кроме получения новых фаз, еще и то, что кристаллизация начинается вот с такого вот соединения, да, это калевый сульфат уранила, синтетического аналога минерала гешаберит. И более того, в процессе изучения вот этой вот системы мы наблюдали кристаллизацию фаз, потом растворение некоторых из них, кристаллизацию новых и так далее, то есть это была довольно живая система, вот, и вот эта вот фаза минералоподобная, да, соединение, то есть синтетический аналог минерала, эта фаза оставалась устойчивой от начала и до конца синтеза. То есть это как раз-таки говорит о том, что на рудопроявлениях природных могут проходить довольно интересные и сложные процессы, часть из которых могут проходить, ну, на довольно скрытом уровне, пока еще недоступным, да, вот, ну, таким минералогическим изысканием, вот, но хотя мы можем ожидать проявления гораздо большего количества природных фаз, да, вот, следуя таким вот путем, что некоторые из них просто являются метастабильными, вот, и не докристаллизовываться, да, до какого-то такого макроскопического вида, вот, значит, если, ну, это вот, да, про сульфаты уронила. Если, значит, перейти к селенитам, значит, селенат уронила, к сожалению, да, пока неизвестно в качестве минеральных видов, поэтому вот мы говорим про сульфаты и селениты в плане природных соединений, вот, значит, известно всего 7 минералов, да, ну, вот, и еще 39 синтетических селенитов уронила, нам был проведен такой детальный кристаллохимический анализ, исследование всех этих комплексов, вот, и, ну, вот, если посмотреть на природные соединения, значит, всего 7 минералов, да, и структуры определены всего для 5 из них, то есть 2 до сих пор, значит, остаются без точно определенной структуры, но по параметрам элементарной ячейки, да, по соотношению параметров, по симметрии, вот, вот, их с уверенностью можно отнести, вот, как бы, в группу из 5 соединений, да, из 5 минералов, вот, которые, как раз-таки, кристаллизуются вот в таком вот структурном типе, да, да, вот, это минералы мартазит, кингиминит, ларисаид, хайносит и пиридид. Вот, значит, это структура, основанная на слоистых уронилселенитных комплексах, вот, такой вот плотной, да, архитектуры, то есть, опять-таки, мы видим реберное сочленение координационных полидоров урана, да, ну, и вот связь таких цепочек через вершины с селинитными группами, через вершины и ребра с селинитными группами, вот. Значит, ну, вот два оставшихся минерала, значит, они являются тоже довольно интересными, их структура основана на цепочных комплексах, но отнюдь не тривиальных. Значит, с одной стороны, топология вот цепочного комплекса в минерале дорексит, она является довольно распространенной, то есть, одна из самых, наверное, распространенных цепочных топологий, да, вот, одномерных топологий для соединения уронила, вот, но, значит, здесь в качестве координационных полидоров выступают татаргональные дипирамиды, что является довольно большой редкостью и вот в нашей такой синтетической химии при синтезах при комнатной температуре, например, таких комплексов мы, в общем-то, ни разу не встречали. Вот, минерал демисмекерит, да, основан вот на таких вот чуть более сложных цепочных структурах, они встречаются не так часто, ну, есть несколько представителей среди вообще всей, даже если мы говорим структурной химии урана, вот, но, тем не менее, да, значит, вот именно присутствие вот этих вот дополнительных, да, вот вершин, белых вершин, то есть пятой, да, вот этой вершинкой при координации уронил-йона экваториальной является дополнительная селенидная группа и такие соединения тоже при обычных испарениях при комнатной температуре у нас ни разу никогда не получались, в том числе, даже если посмотреть литературные данные. Ну вот, таким образом, вот, если еще оценить всю известную литературу по синтезу уронил-селенидных соединений, синтетических, вот, можно отметить, что большинство, то есть 24 из 39 получены именно гидротермальным методом, причем в интервале температуры, там, от 100 до 220 градусов, вот, несколько соединений было получено при температурах свыше 350, то есть, по сути, все вот эти вот уронил-селенидные соединения синтетические, так или иначе, даже аналоги структурные, там, или топологические аналоги природных соединений были получены при повышенных температурах. Вот, и вот в результате можно сформулировать первое защищаемое положение, что кристаллохимический анализ природных и синтетических сельнитов и сульфатов уронила указывает на то, что образование структур с плотными топологиями реберного сочленения координационных полиэдеров связано с повышенными температурами, ну, то есть, примерно более, да, 70 градусов, тогда как при комнатной температуре наблюдается образование топологии с вершинным типом полимеризации координационных полиэдеров. В рамках вот таких обзорных больших кристаллохимических работ мы использовали подход, предложенный некоторое время назад Сергеем Владимировичем Кривовичем по определению, да, и расчету сложности кристаллических структур. То есть, это, ну, по сути, численная, да, цифровая характеризация кристаллической структуры, то есть, количество информации, которое оно содержит в битах на атом, да, или на ячейку. То есть, это некий параметр, по которому мы можем, ну, в общем-то, действительно, вполне себе математически оценить, значит, вот, сложность, да, той или иной кристаллической структуры. Ну, и это очень интересно было посмотреть, как же параметры сложности зависят, да, ну, вот, так или иначе, или связаны со структурными типами исследуемых нами соединений. Ну, и в процессе анализа мы рассчитывали, брали, как сказать, да, в расчет не только один, да, параметр общей сложности, то есть, или общее количество информации, которое приходится на, там, ячейку или на, там, для кристаллической структуры, вот, но рассчитывали вот эти характеристики для отдельных доменов, то есть, например, отдельно для уронилосодержащего, да, и структурные единицы, там, отдельно для, например, там, молекул воды, отдельно для межслоевых каких-то или межцепочных катионов, вот, которые компенсируют, да, отрицательный заряд уронилосодержащих структурных единиц, вот, ну, и в том числе очень было интересно посмотреть на идеализированную, на симметрию и на сложность идеализированной топологии уронилосодержащих структур, структурных комплексов, потому как, вот, в процессе исследований мы обратили внимание, что зачастую симметрия вот этого самого, там, слоистого или цепочного блока, она бывает значительно ниже максимально возможной, то есть топологической симметрии, вот, ну, и таким образом для, вот, структур известных минералов, да, сульфатов уронила, вот, мы выяснили, что основной вклад в общую сложность вносит межслоевой комплекс и система водородных связей, тогда как информационное, да, наполнение кристаллической структуры за счет, вот, непосредственно урансодержащих единиц, ну, оно здесь находится, ну, скажем так, в подчиненном, да, несколько количеств, вот, ну, и если, вот, вернуться, например, вот, к картинке, да, которую, вот, я уже демонстрировал, да, вот, к этому рисунку по эволюции структурных комплексов с привлечением как таких вот с кожи, да, по комбинации полиэдров природных, так и синтетических соединений, вот, можно оценить, значит, вот, вклад тоже различных блоков, да, как, вот, топологической сложности, структурной сложности уранилсодержащих комплексов, ну, так и дополнительных вот этих вот межслоевых катионов. И получается, что для синтетических соединений количество информации, да, вот, во многом определяется именно топологической сложностью именно вот уранилсульфатных комплексов. То есть то, что мы получаем в синтезах, оно зачастую действительно, ну, вот, кристаллизуется с точки зрения, ну, вот, структуры, да, с максимальной возможной симметрией, ну, вот, в плане как самой структуры, так и отдельных вот блоков, в том числе уранилсодержащих. И вот здесь очень тоже такой любопытный пример. Я упоминал про сходство природных и синтетических соединений для селенитов уранила, вот, но это только топологическое сходство, потому что на самом деле структуры отличаются, причем здесь речь идет не только о химическом различии, вот, но еще и о организации структуры как таковой. Дело в том, что вот все известные природные соединения, да, которые относятся вот к таким вот, да, с лоистым группам, айцесно, вот, там, геминид, да, мартазит, ларисаид, для которых определены структуры, они вот устроены таким вот образом, да, то есть слои точно такие же, как обнаружены там в аналогичных синтетических соединениях, ну, а здесь укладка такая идет вверх-вниз, да, чередование идет, то есть получается более сконденсированное, что ли, да, и дополнительным вот этим катионом, молеконом воды значительно сложнее, ну, как сказать, да, выбираться, что ли, из таких вот уступов. Тогда как для синтетической химии известно только вот исключительно вот такая, да, укладка слоев, ну, это слоистые комплексы, тем не менее, да, вот по принципу лестницы, ну, вот, ну, вот такой вот интересный момент. Вот, и здесь можно отметить, что параметры сложности структур синтетических соединений, как правило, ниже, чем у минералов, структура которых основана на комплексах с одинаковыми или генетически исходными топологиями, вот, ну, и, да, вот здесь как раз-таки такой вот пример фосфор-неэрлитовой топологии для вот природных и синтетических соединений сильнитофоранила. Ну, и вот здесь тоже такая большая статистическая выкладка, здесь представлены параметры сложности кристаллических структур для селенитов, природных и синтетических селенитов уранила. Ну, вот, можно ее прокомментировать следующим образом, что большинство синтетических, да, соединений имеют топологическую симметрию, равную структурной симметрии для урансодержащих комплексов, вот, то есть это означает, что самая высокая симметрия сохраняется независимо от межслоевого наполнения структур, а реальная симметрия комплексов и минералов значительно ниже топологической, ну, и это вот еще дополнительное подтверждение влияния межслоевых катионов и молекул воды на структурную архитектуру природных соединений. И вот график, который это как раз демонстрирует, показывает, да, вклад топологической сложности в процентов для природных и синтетических соединений. То есть мы видим такой вот четкий, да, вот этот пик, значит, для, ну, и вот такое очень наглядное разделение, да, вот распределение вот этих вот параметров сложности для различных по генозисоединений. Ну, и таким образом, второе защищаемое положение, что вклад топологической сложности уранил содержащих комплексов в общую информационную сложность кристаллической структуры для большинства природных сульфатов и селинитов уранила составляет не более 30%, тогда как основной вклад приходится на межслоевой или межцепочный катионный комплекс не менее 30% и упаковку молекул воды. Для синтетических соединений роль топологической сложности существенно возрастает при вкладе, значит, до, вот, 50% Значит, следующая часть, которую, да, я хотел бы осветить в своем докладе, значит, родилась, да, вот из такого сравнения. Некоторое время назад нам удалось синтезировать калиевый уранилсульфат вот с такой вот структурой цепочного комплекса, вот. Ну вот за некоторое время, да, до нашей работы сульфатный аналог был синтезирован в лаборатории нашими американскими коллегами из университета Нотр-Дам. Вот, ну и совсем недавно в природе был обнаружен минерал, вот, полный аналог, да, синтезического, синтезированного ранее, там, 10 годами ранее, значит, соединения, вот, калиевого уранилсульфата. Минерал называется Адольф-Патероид. Вот, и это нас натолкнуло, действительно, на мысль, что очень много синтезировано сульфатов уранила, очень много было уже, естественно, селенатов уранила, вот, ну а насколько, значит, действительно, между ними можно провести параллели в плане изо структурных, да, каких-то комплексов. Ну, вот оказалось, что на самом деле не так и много, вот, хотя, в принципе, еще вот с середины 19 века, благодаря работам Митчерлиха, да, вот, который получил селеновую кислоту, и он же продемонстрировал изоморфизм ее солей с солями с серной кислоты, поэтому, в общем-то, в принципе, изоморфизм среди селенатов и сульфатов, ну, не вызывал каких-то таких вопросов, вот. Вот, но вот первая система, в которую мы, так, окунулись, да, это калиевая система, смешанная сульфат-селенатная система, да, с уранилом и с дополнительным вот котеном калия, вот, показала, что не все так просто, да, как, вот, предполагал изначально Митчерлих. Вот, и мы в рамках этой системы получили целых четыре, значит, различных по строению, да, вот, набора кристаллических структур. Вот, ну, и вот фрагменты, да, этих структур вы здесь можете видеть на слайде, все они относятся к слоистым комплексам, но топология этих слоев, она очень сильно отличается, вот, в том числе, да, и вот состав этих соединений. Значит, на данном слайде, вот, вы видите графическое представление этих структурных комплексов, то есть они все относятся к разреженным структурам, ну, это действительно, мы их кристаллизовали из, да, вот, при комнатной температуре, из обычных растворов, вот. Вот, и оказалось, что в зависимости от тетраэдрической позиции у нас идут разные скорости изоморфизма, серы и селена, да, вот, по позициям. Вот, то есть есть позиции, прошу прощения, я нажал, значит, есть позиции, да, вот такие вот плотные комплексы, да, вот, как здесь красной точкой показано, в которые селен очень неохотно входит при его значительном присутствии в растворе. Вот, ну, а есть, наоборот, позиции такие довольно свободные, да, в которых вот этот тетраэдрический оксанион чувствует себя довольно комфортно для изменения, да, вот своей геометрии и размера, и вот селена вполне, значит, свободно может в такие позиции входить. Но, вот, и получается, что в зависимости от координации, да, вот этого вот самого тетраэдрического оксаниона, ну, мы можем ожидать различной скорости, вот, протекания изоморфизма вот этих замещений. Следующая система, в которой мы работали, это цезиевая, да, значит, соединение уронила, вот, здесь уже мы не обнаружили различных структурных комплексов, да, но вот в рамках такой одной системы, вот, то есть от чисто сульфатной до чисто селенатной фазы кристаллизовался один и тот же структурный тип, вот, но, однако, соответственно, скорости замещения селена на серу тоже здесь были неоднородны, неодинаковы, и связано это с тем, что, опять-таки, в структуре присутствуют два различных по координации тетраэдрических комплексов. Одни из них трехсвязные, да, вот такие тетраэдры с одной свободной вершинкой, а другие четырехсвязные, то есть все четыре атома кислорода тетраэдр, они вовлечены в образование связей с уронилионами. Вот, ну, и вот оказалось, что если для таких вот трехсвязных комплексов у нас наблюдается практически линейная зависимость, содержание селена в растворе и вхождение в структуру, вот, то для вот этих вот четырехсвязных тетраэдров эти скорости были очень низкие, то есть вот в растворе там было уже более 60%, да, селена, а в структуру в эту позицию входило всего-то там немножко больше 20, и только под самый конец, да, вот эта скорость, она сильно возросла. Кроме того, еще вот такой вот очень интересный момент, что кристаллизация в чисто селенатной системе на самом деле начинается не с наших вот этих фаз, вот, а вот с такого соединения, вот, которое, ну, значительно более такое разреженное, да, с другой геометрией, архитектурой слоев, то, которое тоже вот было некоторое время назад получено нашими вот самарскими коллегами, вот, и эти кристаллы кристаллизуются и очень быстро растворялись, после чего кристаллизовались уже наши, да, соединения, вот. Вот, и, ну, вот такой интересный момент, опять-таки, стабильных и метастабильных соединений в рамках вот такой одной, по сути, системы, да, вот с цезиевой и с ураном. Вот, причем структурная сложность, значит, комплексов вот с четырех связанными тетрайдерами, которые кристаллизовались, да, на всем промежутке, вот, она, как бы, несколько выше, да, чем сложность вот этих вот самых метастабильных кристаллов, то есть менее сложных соединений зачастую оказываются, ну, вот, менее стабильными, ну, или метастабильными. Значит, когда мы взяли за эксперимент двухвалентные катионы, у нас получилось очень интересное такое открытие, то есть мы обнаружили три различных структурных типа, которые основаны на одних и тех же цепочных комплексах, довольно распространенных, но из-за разворота тетрайдеров, да, внутри соседних вот таких вот псевдослоев различная симметрия, ну, и, по сути, можно отнести их к различным политипам. Вот, причем сложность кристаллической структуры для вот среднего комплекса, она значительно, да, вот выше, чем для двух других. То есть средний у нас кристаллизуется вот этот смешанный в арамбической симметрии, два крайних в моноклинной, то есть у нас вот эта повышенная симметрия, да, вот она обладает более устойчивого соединения, причем впоследствии, да, мы начали обнаруживать кристаллы вот этой арамбической фазы уже в тех синтезах, как бы эта зона расширялась, да, вот этого влияния, то есть мы начали обнаруживать эти кристаллы в синтезах, в которых раньше их не было. Ну, интересно, что тоже был открыт такой минерал не так давно, ритвельдит, вот, но он как бы с железом, правда, да, не с никелем, вот как мы там диагностировали, но, тем не менее, его структура как раз-таки является арамбической, то есть, ну, такой, да, вот, как подсказка, что, действительно, это, видимо, для природных условий наиболее устойчивое соединение. Вот, ну, и мы провели исследование для других двухвалентных катионов, ну, и показалось, что вот увеличение паш исходного раствора где-то там от нуля, да, в сторону четырех увеличивает скорость кристаллизации, значит, для соединений, где вот элемент, да, мы использовали выше магния, сохраняя при этом полиетипную модификацию, вот, ну, вот, поэтому можно предположить, что минерал эритвилетит, вот, образовался где-то из растворов, вот, СПАШ в районе двух-четырех. Ну, интересно, что такое, на самом деле, особенность, она является общей, такой, такой, фундаментальной, в принципе, кристаллохимической, а не только характеристикой урановых соединений, потому что, вот, работа, да, вот, 96-го года наших, вот, профессоров с кафедры, коллег по парафинам, ну, вот, показала точно такой же принцип, что крайние члены, да, вот, таких вот, твердых растворов, то есть они кристаллизуются в треклинной сингонии, тогда как повышенная ромбическая, да, вот, модификация, там, да, кристаллизуется, вот, в среднем интервале, то есть повышение симметрии за счет, вот, смешения различных типов катионов. Таким образом, третье защищаемое положение, что на основе экспериментальных данных показано, что в смешанных сульфат-селенатах уранила иона селена 6+, демонстрирует предпочтительное заселение тетароидерических позиций с меньшей топологической связностью. В ряде слюз, чьи вхождение селена приводит к возникновению новых структурных топологий, изменению общей структурной архитектуры, в частности, преобразованием политипного характера. Вот, ну и несколько слов нельзя сказать, нельзя не сказать про вот такой довольно большой полосоединений с органическими молекулами, которые мы, ну, вот, исследовали в рамках, да, вот этой работы. Ну, вот здесь, на предыдущем, вот этом слайде, вот, можно видеть различные по геометрии, по, как бы, характеристикам соединений, но в основном это все-таки были амины, диамины, да, различные разветвленности, размеры, формы. Ну, и вот в случае молекул с аминами формирование кристаллической структуры обеспечивается непосредственным контактом с органической, ну, органической-неорганической субструктурных единиц посредством водородных связей, вот, как показано здесь на слайде. Таким образом, размеры формы молекулы, ну, да, могут и должны сказываться на разнообразии структурной архитектуры, комплексов, что, на самом деле, мы и видим. И вот, в частности, одна из первых работ, это вот нами был предложен принцип гидрофильных и гидрофобных зон, вот, которые можно сформулировать следующим образом, что гидрофобные зоны органического комплекса ассоциируют с пространством больших полых колец, да, неорганического комплекса, тогда как гидрофильные зоны тяготеют к плотным совокупностям малых колец. Ну, и вот здесь как раз на слайде вот это видно, что вот эта алифатическая часть, она ассоциирует на фоне такого пустого, ну, свободного пространства, а значит, аминные группы тяготеют к вот таким плотным комплексам. Это была одна из самых первых наших работ, но дальнейшие исследования только подтвердили вот этот высказанный нами принцип, и вот более разветвленные, более сложные, там, диаминные молекулы, там, с водными протонированными комплексами, вот, они все равно именно опираются на вот такой вот принцип построения. Ну, и кроме того, водородные связи, как оказалось, могут очень сильно сказываться на симметрии кристаллических структур вот таких вот тяжелых урансодержащих соединений, и, в частности, на сильном понижении структур. Вот, в частности, да, вот пара соединений была нами вот расшифрована в пространственных группах P2, там, и P1, соответственно, то есть, что это очень низко. Хотя, на самом деле, топологическая симметрия структуры очень уранилсодержащего комплекса, очень большая, очень высокая, то есть арамбическая, там, тетрагональная даже в некоторых случаях, мы вот о них уже говорили, вот, но именно за счет вот водородных связей, и, как показано здесь, происходит смещение мостиковых атомов кислорода с их идеализированных позиций, и тем самым понижается значительная симметрия. Если же мы берем какие-то большие разветвленные молекулы, ну, вот, это зачастую приводит, ну, такие, как, да, например, там, циклен или вот аминотропан, это приводит к кристаллизации очень редких, иногда единичных топологий, вот, которые обладают, ну, вот, очень такой такой высокой большой сложностью, вот, ну, и редкий, то есть, в частности, вот, например, из, там, четырех полученных соединений в рамках, ну, вот, одной конкретно, да, вот работы, там, три были новыми, да, но вот одно соединение кристаллизовалось в очень редкой топологии, то есть, хотя, ну, и известной. И сложность таких вот кристаллических структур, да, она, конечно, значительно выше, чем, ну, вот, тех, которые, ну, как бы мы обычно получаем в процессе эксперимента. Ну, и, таким образом, четвертое защищаемое положение, что в темплатированных органно-неорганических селенатах несульфатах уронила общая архитектура структур, а также топологические, геометрические дохарактеристики комплекса обусловлены конфигурацией системы водородных связей и балансом гидрофильных-гидрофобных взаимодействий. Ну, и еще вот один небольшой пример, буквально несколько слайдов, это эволюция структурных комплексов, вызванная, например, вот в данном случае дегидротацией. То есть, в процессе, в одном и том же синтезе мы получили четыре различных структурных комплекса, ну, вот, визуально, к сожалению, не удалось диагностировать, да, какой из них кристаллизовался раньше, какой позже, но, тем не менее, это можно сделать по аналогии, да, вот в сравнении структур. Так, от цепочечной простой к цепочечной чуть более сложной, ну, и, наконец, слоистой с потерей вот этих вот самых молекул воды с процессом дегидротации. Ну, и, оперируя сложностью кристаллических структур, топологическим сходством, ну, можно предположить две эволюционные ветви обусловленной дегидротацией. То есть, одна, да, с потерей воды, но, значит, с замещением ее аксоневыми комплексами, ну, а вторая, значит, с потерей воды, значит, и увеличением размерности кристаллической структуры. Ну, и в плане размерности здесь очень интересный, значит, вот такой есть подход, да, это уменьшение размерности с увеличением, ну, каких-то вот редуцирующих агентов, например, как вода или вот дополнительные какие-то тетраэдрические комплексы. Вот. И мы провели такой анализ для всех известных соединений с амоновалентными катионами, да, и вот высоковалентными, такими как серо, селен, там, хром, молебден, и нанесли их вот на такую треугольную диаграмму, да, на тройную диаграмму. То есть, например, да, вот этой точке, там, соответствует вот, соответственно, вот такое, да, вот органно-неорганическое соединение, там, да, ну, или вот в одну точку попадают, как там, калевый, так или рубидивый, да, вот селенат или сульфат, потому что они вот имеют одинаковую вот такую общую формулу. Вот. Ну, и таким образом, как бы нанеся все точки, мы вот смогли выявить определенные зоны существования островных комплексов, там, цепочных, ну, и вот каркасных, да, и вот такой вот график получился. Эта работа тоже, на самом деле, была довольно давно сделана, в 2012 году опубликована, но вот, ну, и вот при подготовке диссертации мы постарались нанести на этот график новые соединения, открытые за этот период, вот, и они даже позволили, мало того, что они подтвердили нашу, да, вот такое вот распределение комплексов, но они еще и позволили уточнить границы, вот, между фазами, да, вот, между вот этими зонами, да, вот с определенными размерностями. Ну, и таким образом, пятое защищаемое положение, что решающую роль в понижении размерности уронильных комплексов в кристаллических структурах, синтетических и природных соединений с общей формулой, да, вот представленной здесь на слайде, играют органические и неорганические котеные молекулы воды, которые выступают в роли редуцирующих размерность агентов, вот. Ну, и по материалам диссертации опубликовано, да, довольно много отпечатных работ, о которых Алексей Ильич уже говорил в самом начале, вот, ну, вот, в результате, да, можно сказать, что уточнена структура 117 соединений, вот, ну, и в том числе, там были применены ряд различных методов аналитических для подтверждения, ну, или дополнения этих данных, вот, и большое спасибо вам за внимание. Спасибо, Владимир Владимирович, регламент у нас соблюдается. Коллеги, я прошу задавать вопросы по теме диссертации, я обращаюсь, обращаюсь, прежде всего, к присутствующим в зале членам ученого совета, к членам ученого совета, кто присутствует, участвует в работе нашего совета в дистанционном режиме, и также ко всем коллегам в зале, пожалуйста, этой докторской диссертации смелее задавайте свои вопросы. Да, пожалуйста, микрофончик включите. Спасибо. У меня по поводу, вот, первого защищаемого положения, все-таки вопрос, а какой-то механизм, вот, влияние температуры на особенность реализующейся структуры, пробовали вы выстроить, предложить? Там 70, там граница градусов, там выше, ниже. Да, Денис Владимирович, спасибо за вопрос. Знаете, наверное, сейчас, ну вот, тяжело более конкретно сказать, потому что наши, да, исследования, они во многом были нацелены на низкотемпературные синтезы, высокотемпературные мы прибегали редко. А в литературных данных, ну, наверное, это как это, друг у друга все подсматривают какие-то интересные вещи, и поэтому в основном ставят в одних и тех же температурных интервалах. То есть там ставят 110 градусов или 220, и вот там все так ставят. Мы наработаем над этим. То есть вот сейчас, если мы пытались, да, вот там 50-55 градусов, ну и так далее, да, варьировать эти границы, но это все-таки штучные пока работы, и поэтому, наверное, выделить такую общую оценку тяжело сейчас. Но единственное, что вот могу действительно вот предложить, что вот эту границу, которую мы здесь употребили в районе 70 градусов, да, то есть это полимеризация как раз вот реберная, вне зависимости от сорта полиэдра координационного. Вот, то есть при более низких температурах у нас только реберно полимеризуется, там вот уронил, допустим, сульфатом, вот, выше берем там градусов 100, то есть это уже уронильные комплексы друг с другом, да, вот будут связываться. Но опять-таки здесь речь идет вот про системы, вот рассматриванные нами, то есть это там селенат, сульфаты. Других, конечно, там большое значительное влияние-то может быть и PH-среды оказывать, да. Но вот опять-таки на наших работах PH-среды, он влияет скорее на скорость кристаллизации, на качество полученных кристаллов, чем на… в определенных интервалах, конечно. То есть возьмем там какие-то более щелочные среды, там вообще ничего кристаллизации не будет. Вот, ну вот, вот так вот. А температура, то есть мы здесь взяли вот такой вот рубеж, от которого все-таки ниже мы не получали в чистых таких экспериментах реберной полимеризации. Спасибо. Еще вопросы есть? Да, конечно. Может быть, даже вот в развитии здесь. Вот на ваш взгляд, насколько переносимая… Извините, говорите в микрофон, вас плохо слышно. Микрофон рядом, говорите прямо в микрофон. Вот так хорошо слышно? Отлично. Да. Вот на ваш взгляд, насколько переносимы полученные результаты, полученные выводы на какие-то другие классы уронильных соединений, ну, на оксалаты, например, вот там чем-то похожи на сульфаты, может быть, чем-то нет? Я думаю, что не так легко переносимы. Оксалаты, кстати, известны два вот новых минерала, да, вот оксалаты не так давно были получены, открыты вот в шахтах Юты нашими друзьями, да, вот американскими коллегами. То есть это уже тоже теперь оксалаты уронило, это не только синтетика, но и природные соединения тоже такие есть. Все-таки серная кислота и ее производные, они не сильно отличаются, да, вот от щавелевой. И, в принципе, сами по себе вот эти оксалатные радикалы, они как бы уже, по сути, являются такими реберно-связующими агентами. Немножко по-другому химия идет. Прямого, соответственно, нет, я бы такого сразу не делал. Хотя, конечно, поскольку минералы в природе растут-то, в общем-то, по сути, в одних и тех же условиях, наверное, что-то есть, но там больше, наверное, играет такой локальный химизм, вот, над которым еще предстоит работать. Спасибо. Спасибо. Светлана Концентевича. Да, да. Слышно, да? Да, да, да. Хорошо. Владислав Владимирович, вот тоже первое защищаемое положение, и некоторое такое недоумение у вас было в связи с тем, что точечные общие элементы полейдров сменились ребрами. Но ведь вторым движущим фактором является давление, а давление – это вполне обычное дело. Смена, повышение общего элемента полейдров именно, например, с вершины на ребро. Как вы прокомментируете это? Да, Станислав Концентевич, большое спасибо. Это действительно очень интересный момент. Прокомментировать могу так, что если мы говорим про, допустим, средние какие-то температурные гидротермальные синтезы, давление, безусловно, есть, поскольку система закрытая. То есть вот этот автоклав, который полностью запечатывается, закрывается, и давление там, безусловно, водяного пара набегает. Но ряд экспериментов мы проводили в гидротермальных условиях, низкотемпературных гидротермальных, то есть это не доводя до температуры кипения в районе 50-70 градусов при открытых автоклавчиках. То есть это были открытые системы. То есть мы не доводили до того, пока испарится весь растворитель, вода, но тем не менее. И такие же результаты мы получали. Поэтому давление, безусловно, играет роль, но точно так же давление играет роль и в природных процессах, которые происходят глубоко в недрах. А эти минералы все-таки находятся на поверхности. То есть это действительно является такой вот вторичной минерализацией на стенках шахт по минералам вторичным. То есть здесь роль давления все-таки, мне кажется, она, ну, наверное, если докопаться глубоко, там она будет. А на поверхности давление не должно так сильно играть роль. А тем не менее такие минералы находятся. Возможно, здесь речь, конечно, связана и с транспортировкой из недр на поверхность. Но может быть и так тоже. Но мы здесь диагностировали похожие в синтезах, в синтетических экспериментах. Вы измеряли давление? Если да, то как? Станислав Александрович, нет. Честно, я лично давление не измерял. То есть наши автоклавы, они довольно простые. То есть они без манометра. Но тем не менее, в принципе, если, наверное, поднять, так сказать, старые какие-нибудь работы литературные, просто сейчас по памяти вот конкретную цифру я вам не скажу. То есть, безусловно, ряд работ в схожих условиях, для них это давление оценивалось. Но у нас оно не очень высокое, поскольку все-таки температура довольно низкая. То есть это температура, там, кипение воды, около кипения воды. То есть там все-таки давление не такое большое должно нагнетаться. Спасибо. 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 Еще вопросы, пожалуйста. Евгений Борисович, у вас есть вопросы? Нет? Коллеги, вопросы, пожалуйста. Ну, пока вы думаете, у меня есть несколько вопросов. А можно 15-й слайд технически? Это можно сделать? Думаю, что без проблем. Так, 15-й слайд. Фактически уже. Вот. Ну да, вот это вот. Вот в докладе это не так сильно прозвучало, а в работе, которую я смотрел внимательно, там это есть. Скажите, пожалуйста, вы в некоторых случаях уронил, воспринимаете как катион, а в других, и вот в докладе чаще всего… Еще раз, пожалуйста, говорите в микрофон. Вы лучше присядьте, говорите в микрофон, потому что вас плохо будет слышно. Хорошо, прошу прощения. А в других случаях, и чаще всего, вы его добавляете в анионный комплекс. Вот скажите, пожалуйста, какой из двух вариантов более корректен? Это первый маленький вопрос. Только кратко. Алексеевич, значит, действительно, здесь, наверное, есть небольшой недостаток и презентации, да, и самой работы. Первичные данные мы старались брать изначально из авторских работ. И мы брали вот эти формулы минералов, как их давали авторы в свое время. Иногда это старые были работы, иногда чуть более новые. Наверное, правильнее все-таки ставить уронил в квадратные скобки, показывая вот эту вот оксо-анионную часть, вот именно уронил сульфатного, например, или селенатного комплекса, или селенитного. А все остальное выносить за них. То есть я бы считал, что вот это более правильная версия. Спасибо. Это только первая часть вопроса. А вот вторая, вот смотрите, если мы уронил объединяем с другими анионами, вот эти комплексы, в том числе, как тут, уронепелит, сульфат ион, кислород, ОН-группа и другая вода, правомерно ли тогда называть эти соединения, вот так как у вас название диссертации, сульфат уронила. И если на самом-то деле уронил, это анион. Вот в работе вы все время пишите уронил сульфатные комплексы, то есть сразу они анионы. А в работе вы уронил как и тион. Вот может вы какая-то некорректность допущена? Прокомментируйте, пожалуйста. Алексеич, вы знаете, я бы, наверное, сказал, то есть это такой несколько философский вопрос, потому что, да, у нас есть, например, систематика какая-нибудь там Полинга-Белова, например, такая классическая, в которой мы распределяем соединения по принципам сочленения кремно-кислородных тетраэдеров. Но она не является как бы абсолютной. То есть она действительно, наверное, наиболее представительная и широко изучена, да, вот, нашими коллегами и предшественниками. Но, тем не менее, распределение по там слоистым и так далее, комплексам, да, оно может вполне простираться и дальше. То есть оцениваться не по одному типу координационных полиэдеров, а по нескольким. И в данном случае вот эти вот соединения уронилов являются очень таким показательным, наверное, примером, потому что именно вот те там слоистые или цепочные какие-то комплексы, которые мы выделяем в рамках кристаллохимического описания, они находят очень существенную связь и отражение в проявлении физических или химических свойств, ну, например, в той же морфологии. То есть какие-то пластинчатые кристаллы, которые находятся, да, ну, вот там, например, уроновые слюдки, они пластинчатые именно потому, что они основаны на слоистых комплексах. А слой состоит из различных координационных полиэдеров. И поэтому мне кажется, что да, это правомощно именно объединять вот это в одно. А почему это оксиды, там, да, или сульфаты? Ну, потому что вот дополнительные кислороды OH-группы и молекулы воды, они лишь, по сути, оконтуривают вот, ну, например, вот эти вот цепочные, да, вот комплексы в структуре уронопилита. То есть вот эти вот самые несвязанные, как бы, атомы кислорода в экваториальной плоскости уронил иона, или вот, например, вот это, да, вот тройной атом, то есть точка вот сочленения трёх полиэдеров, это вот тот самый кислород, да, или там OH-группы, вот, которые вот здесь вот на, свободный, да, атом по сочленению двух полиэдеров. То есть они являются, как бы, таким, ну, декорирующим, что ли, элементом. То есть, безусловно, у них есть очень мощная, фундаментальная роль в плане образования тех же самых водородных связей. Но именно в плане структурного комплекса это скорее декор. Спасибо, от этого понятия. Я тогда вас ещё раз подтолкну. Вот я вот смотрю на уронопилит, почему-то, ну, почему-то он не понравился, и совершенно не могу никакому классу минералов отнести. А вот в контексте вашего доклада, может быть, вы поможете мне разрешить эту проблему, и, например, таким способом, выделить отдельный класс минералов на основе уронила. Ну, как у нас есть карбонаты, сульфаты, а тут, вот я не знаю, как его назвать, и тогда вот будет всё понятно. Вот я смотрю, вот там уронопилит, там всё вот, там уронил, уронил, там по-разному образуют разные комплексы, разные полидры, и весь ваш доклад об этом. Вот. Так, может быть, чуть-чуть смелее и сказать, что вот это вот новый класс минералов или тип, я не знаю, и вот в рамках него вот такие-то структурные модификации. Ну, Алексей, здесь есть, конечно, над чем подумать, но вот та же самая систематика, например, штрунца, она основана именно на комплексах сульфатных, карбонатных, отдельно. Ну, это когда было? Спасибо за пожелание. И у меня последний, совсем маленький такой вопрос, отнеситесь к нему серьёзно, пожалуйста. Вот всё-таки это докторская диссертация. Вот как, по-вашему, есть тут какая-то такая сумасшедшая идея, которая вам не даёт покоя, вот что-нибудь такое дразнящее вас и ваших коллег, что даёт импульс для развития будущего? Кратенько только, очень кратко. Какая сумасшедшинка у вас? Алексей, я бы не назвал, наверное, это сумасшедшей идеей, я бы назвал, наверное, это вполне реальной идеей. Интересно, конечно, синтезировать все абсолютно минералы вот в лабораторных условиях, причём, может быть, не только синтезировать, а и посмотреть их термодинамические вот эти интервалы устойчивости, то есть конкретно выделить зону, чтобы уже точно поставить все точки, так сказать, расставить над «и». И мы движемся в этом направлении. Сумасшедшая идея удалась, всё-всё, спасибо. Коллеги, ещё вопросы? Елена Вадимовна, да, пожалуйста. Правильно ли я понимаю, что у меня есть 10 минут на задаче вопросов? Ну, наверное, да. Спасибо. Владислав Владимирович, в вашей работе описан очень интересный эффект. Влияние изначального pH раствора на кристаллизацию сульфатов и селенатов уронило с двухвалентными металлами. Вы приводите данные о росте pH с нуля до единицы. У меня в связи с этим возникает вопрос. Как вы считаете, в чём причина роста pH во время кристаллизации? Елена Вадимовна, да, спасибо. Я считаю, что это связано с именно образованием фаз. То есть из раствора забираются соответствующие комплексы. За счёт кристаллизации, да, кристаллизация фаз оттягивает на себя вот эту вот кислотность и тем самым увеличивает pH раствора оставшегося. То есть вовлечение... В размене кислоты. Да, то есть вовлечение, собственно говоря, вот этих вот дополнительных протонов, собственно говоря, в образование кристаллических структур, то есть за счёт этого происходит pH. Иногда в процессе, соответственно, растворения кристаллов, если это метастабильные какие-то фазы, то есть мы можем эти колебания, ну, иногда даже и диагностировать какими-то такими подручными способами, подручными методами. Растворилась фаза, которая содержала очень много вот этих дополнительных протонов, координирующих кислорода, вот эти экваториальные. Ну, и pH, соответственно, опять уменьшается. Спасибо. У меня второй вопрос. Вы отметили наличие избирательного замещения сероселеном в зависимости от координации тетраэдрического оксианиона. Могли бы Вы предложить причину такой избирательности? Ну, причина, ну, то есть, ну, размер, различный размер, да, собственно говоря, то есть селинатный окс, они, он больше по размеру, вот, и поэтому в плотные какие-то координационные комплексы ему просто не очень комфортно вмещаться, вот, и поэтому скорости, естественно, там для них будут ниже. Нет, здесь не размер оксианиона, а именно его координация. А, Елена, в зависимости от координации этого аниона. Да, 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 но здесь имеется в виду, что координация самого тетраэдрического комплекса. Дело в том, что, то есть они у нас есть, да, вот эти тетраэдры, они там могут быть одна связанные, там двух, трех, четырех связанные. Вот, ну, и, соответственно, более плотная вот эта вот организация тетраэдрических оксианионов внутри кристаллической структуры, она как бы цементирует вот эту вот самую позицию. И поскольку ее окружают стабильные, ну, получается, комплексы уронила, в которых замещение не происходит, то размер вот этой вот полости, он, ну, по идее, как бы остается постоянным. Вот, то есть он немножко, естественно, динамически реагирует на вхождение более крупного, да, вот катиона там вместо серосилен, когда входит, но он стремится как можно дольше сдержать свой вот этот небольшой размер. Ну, вот такое вот объяснение только. Ну, по крайней мере, вот так получается по экспериментальным данным. Спасибо, спасибо. А тогда какие специфические разницы в координации тетраэдрических оксианионов способствуют образованию твердых растворов? Ну, здесь, наверное, вот на примере, по крайней мере, цезиевой системы, можно сказать, как безысходность, вот, потому что деваться все равно-то некуда, и вот в растворе, когда этого вселенного много, то есть он куда-то все-таки должен входить. И мы видим вот этот вот резкий всплеск, как бы увеличение скорости вхождения, да, вот, вселенного вот в эту четырехсвязную позицию, только на самом-самом финише уже. Твердого раствора. То есть, когда его уже настолько много в системе, что ему просто никуда не деться, ну, вот структура динамически реагирует, действительно, и вот немножко расширяется. А когда мало, видимо, она старается вот оставаться устойчива именно вот в такой вот плоской геометрии. Но здесь еще в доклад не попало, мы исследовали похожие соединения вместе вот с группой профессора Бернса, нептунила. То есть, вот мы синтезировали, нам удалось синтезировать полные структурные аналоги цезиевых нептунилсульфата, нептунилового селената и вот нескольких промежуточных членов. Вот. И там получается, ну, вот эта скорость, как бы, да, вхождение еще более низкой. Вот. То есть, там уже влияние идет различной геометрии нептунил-иона, да, вот в этих комплексах. Вы также описали эффект влияния повышения температуры нагрева на постройки из полиэдров в кристаллизующихся фазах, например, через общие ребра. Можете ли Вы предположить, почему существует связь между повышением температуры кристаллизации и изменением типа соединений полиэдров в структуре? Елена Владимировна, я бы предположил, наверное, что это дополнительная энергия в системе, которая вот может быть снята, да, вот путем более такого жесткого связывания, ну, то есть больше энергии, больше, как бы, свобода, и вот эти полиэдры друг с другом таким образом объединяются. Вот. А где энергии в системе не хватает, то есть это только такие низкотемпературные, ну, вот там прикомнатные, да, вот комнатные наши исследования в растворении, ну, там происходит вот такое только вершинное сочленение. А вот такой короткий вопрос. Почему сера такой распространенный элемент в кислородных соединениях урана? Это из-за вот минералогии, специфической минералогии вот этих месторождений, то есть довольно много сульфидов, и вот из них, собственно говоря, вот эти сульфатные комплексы там в процессе, значит, ну, вот гидротермальные переработки выделяются. Вот. То есть это что в Конго, что вот и в других объектах. Очень много описано вот этих вот минералов, именно сульфидов, ну, а вот в Конго еще и селенидов, то есть большое очень количество, и вот отсюда и вот такие специфические уронил селенид, которые потом кристаллизуются. А как Вы считаете, какой именно сульфид вносит свой весомый вклад вот в создание такой среды? Ну, я думаю, что не погрешу против перита, он как первый среди равных, наверное. Вот. Ну и, насколько мне известно, был обнаружен так или иначе везде на всех этих месторождениях. Да, совершенно согласна с Вами. И хотел еще Вас спросить, какие значения PH характерны для урана, содержащих шахтных отвалов? Ну, вот я там в одном из слайдов как раз вот незадолго до доклада добавил вот эту фразу, да, что тут вопрос, что раньше, да, курица и яйцо. Действительно, вот эти процессы, как-то вот окисление вот этих вот сульфидных минералов приводят к образованию серной, по сути, кислоты, поэтому зафиксированы были совершенно точно PH в районе двух-трех на месторождениях, это известно. Ну и, собственно говоря, технологические процессы, они тоже к этому сводятся. Но это зафиксировано, и поэтому вполне допускаю, что локально и ниже тоже это может опускаться, где более насыщенная такая вот кислая система будет образовываться. Спасибо большое, у меня больше нет вопросов. Спасибо. Спасибо. Александр Григорьевич, у Вас есть вопросы? Да, я тоже, в общем, в неком смысле, в продолжении. Вот Вы пытались кристаллизовать что-нибудь из щелочных растворов? Да, пытались, но вот к нашим сульфатным и селенатным это не очень применимо. Там, мягко говоря, ничего не растет хорошего, красивого. Так, но как бы, а что растет? Растут фосфаты из щелочных систем. В принципе, там вот не так давно вышел обзор по как раз-таки минералогии урановых месторождений с точки зрения химизма. И даже предложены были нашим коллегам, другом Яковом Плашилом, вот некоторая такая диаграмма, как происходит смена минерализации на месторождениях в зависимости от PH. И, в общем-то, наши исследования именно сульфатные, как бы, да, вот эти селенитные, они очень хорошо ложатся, так сказать, соответствуют этой теории кристаллизации из кислых сред. Как только идет повышение, кристаллизуются там какие-нибудь фосфаты, арсенаты. Ну, если у Вас чистая система, то, в конце концов, что-то должно закристаллизоваться. Если Вас уронил сульфат, ну и там дополнительные... Александр Григорьевич, вот Вы знаете, на удивление не всегда, даже сказал бы практически никогда. Оно может стоять месяцами, а в конце концов превращается в такую смоленистую, как бы, стеклообразную массу, ну уже, что называется, на выброс. То есть кристаллических продуктов вообще не получается. Ну, то есть, это не совсем вопрос, но это тоже ополимеризация? Да. То есть, высокая, ну, если высокая температура, то почему у Вас сочленение больше по ребрам, а низкая температура больше по вершинам? То есть, мне кажется, это все один вопрос. Ну, вот, как я вот, Елене Вадимовне уже сказал, то есть, да, вот у меня, ну, предположение, что это вот связано с энергетикой системы, что дополнительная энергия, которую надо вот куда-то девать, и она компенсируется за счет более, ну, таких вот энергоемких вот этих связей по ребру. Вы не пытались, или есть ли такие работы по исследованию растворимости, ну и вообще состоянию химии, то есть, какие комплексы присутствуют в растворах при более низких температурах, при более высоких температурах? Безусловно, да, работа по изучению растворимости есть, много проводились. Каюсь, у нас здесь есть такой пробел, да, вот мы на наших системах это не мерили, иногда вот хотели, но как-то руки вот до этого, к сожалению, не доходили. Конечно, вот именно в плане даже вот этих вот MS-мешанных систем очень интересно было бы вот это все проверить. Ну, вот у нас есть несколько совместных работ там с группой того же профессора Бернса, да, и там для них, ну, мы проводили термодинамические исследования, в частности с использованием калориметрии, вот, но вот дальше этого пока, к сожалению, не ушли. Ну, возможно, да, стоит в этом направлении пойти поработать. То есть, это действительно дополнило бы очень неплохо, вот, как бы, кристаллогенетическую, наверное, часть наших исследований. Понятно. Спасибо. Еще есть вопросы? Александр Григорьевич, я к вам. У меня есть, но я не знаю, может, это лучше потом. У вас еще будет возможность при уступлении сказать что-то? Да, я не знаю, когда лучше. Хорошо, спасибо. Коллеги, обращаясь в зал, если у вас все-таки появились ли вопросы, вопросов не вижу, спасибо, тогда я должен уточнить, у нас есть внешние отзывы или нет. Внешних отзывов у нас не поступило на работу, тогда мы приступаем к следующему пункту нашей повестки дня. Это оглашение отзывов членов Совета. Я хочу обратить внимание коллег на два момента. Первый момент – это то, что все отзывы были опубликованы на сайте. Соискатель знаком, знакомы все заинтересованные лица, поэтому, наверное, можно не засчитывать все подряд, а акцентировать какие-то особые внимания. То, что вы считаете нужным – это первое. И второе, обращаясь к вам с вопросом, я предлагаю, чтобы ответы у Владислава Владимировича были сразу на все отзывы в заключении, а не после каждого, чтобы упростить процедуру. Вы согласны с этим, да? Конечно. Спасибо. Тогда приступаем к отзывам. Станислав Константинович Филатов, вам слово. Спасибо. Я хочу обратить еще раз внимание на ту ситуацию, которая сложилась в некоторых соведениях, когда вершинные сочленения сменяются реберным. Я надеюсь, что вы сможете, Владислав Владимирович, уделить этому и время, оно будет после защиты, вот, и измерить давление, и обратить более серьезное внимание на давление, потому что повышение реберности по сравнению с вершинным сочленением – это, можно сказать, рядовое событие. Я напомню только самые последние данные, но уже не очень последние, может быть, профессор Хупперс обнаружил в своих работах вместе с группой реберное сочленение тетраэдров, но не на силикатах, а на баратах. Реберное сочленение тетраэдров. И это никак, наверное, нельзя объяснить влиянием только температуры. Не только температура является движущим фактором, но также и давление в этом смысле – это первое. Ну, а второе, конечно, хотелось бы, чтобы работы такие глубокие, такие обширные, громадные работы продолжались, и чтобы мы со временем смогли сопоставить между собой природные и синтетические соединения, как это было сделано уже вами для ряда классов соединения. Вот не сделано для сульфатов, например. Поэтому, может быть, будем считать, что хотя докторская диссертация – это завершенная работа, но, как сказали наши классики, ничего завершенного, к сожалению, не бывает. Всё имеет продолжение, и мы будем надеяться, что вы продолжите в своём юном возрасте ещё такие исследования. И я хочу сказать, что приятно видеть, когда ученик продолжает дело своего учителя. Ваш учитель Сергей Владимирович Кривовичев создал учение о сложности химических соединений, сложности минералов. Вы очень хорошо, вы успешно продолжили этот анализ, это обобщение, и хочется верить, что продолжите в будущем, чтобы дело, начатое учителем, продолжалось учениками. Ну и много чего хорошего, можно сказать, об этой работе. Но я бы начал прежде всего с фразы Бориса Борисовича Звягина. Молодёжь, может быть, и имени такого уже не знает. Борис Борисович Звягин сказал как-то докторанту, который претендовал на звание доктора. Ну, посмотрите, обратился к членам совета. У него 10 структур, он их расшифровал. Это подарок человечества. Ну, дайте ему докторскую. А у Владислава Владимировича не 10, и не 100, а более 100 кристаллических структур. Я хочу сказать, что, может быть, даже не только компьютеризация, не только автоматизация движет прогрессом, но и движет прогрессом также такие учёные, вот один из них находится перед нами, такие же энтузиасты. И что это не просто большое количество кристаллических структур. Любой структурщик вам скажет, что это какое-то безумное количество кристаллических структур. Это каждая структура потребовала часть жизни диссертанта. И мне кажется, что это похвально. И вот в заключение я скажу словами какой-то песни, может быть, немного перевру, что безумным людям поём мы гимн. Да, конечно, Владислав, спасибо вам за такой громадный объём структурных работ, которые вы выполнили и доложили нам. Спасибо. Спасибо большое, Станислав Константинович. Тогда Денис Валерьевич, пожалуйста, вам слово. Спасибо. Действительно, отзыв, он имеется опубликован, поэтому я достаточно кратко позволю себе. Действительно, очень интересная, очень красивая работа от школы Сергея Владимировича Кривовичева. Уран, наверное, это вот то, что нас всех объединяет, и кристаллохимия урана, казалось бы, вроде бы всё просто, а на самом деле много подводных камней, с которыми надо разбираться. И в данной работе наведён порядок в целом классе вот этих вот соединений. Я считаю, что действительно это значительный вклад и в структурную минералогию. У нас один член Совета отвалился. Объявляем технический перерыв. Время 17.25. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Александр Григорьевич, вы нас слышите, видите? Да, я вас слышу, я не знаю, что произошло. Но мы вас слышим и видим, у нас всё в порядке. Вот, я вышел просто с телефона. Но неважно. Продолжаем, да? Да, прошу прощения. Коллеги, технический перерыв закончен. Московское время 17.29. Продолжаем. Тогда, Денис Валерьевич, вам продолжение. Да, я закончил примерно в том месте, где говорил, что работа является значительным вкладом и в минералогию, и в кристаллы химии соединения уронила. Тем не менее, ряд вопросов, замечаний я озвучу. Во-первых, для систематизации структур был использован механизм анионных топологий, использована теория графов, и хотелось бы видеть какие-то более обобщающие результаты по этому анализу. Кроме того, может быть, имело бы смысл использовать инструмент координационных последовательностей вместе с этим, для того, чтобы как-то навести больший порядок в этом разделе. Второй момент касается, ну вот, пресловутого первого положения, выносимого на защиту. То есть, всё-таки, на наш взгляд, дополнительная аргументация была бы здесь интересна. И ещё один момент. Силен-4, также во многих соединениях присутствовал свинец-2 с неподелёнными электронными парами, и обсуждается в ряде случаев ориентация неподелённых пар. Наверное, было бы интересно обсудить ещё и стереохимическую их активность каким-то количественным образом. Но, тем не менее, все эти замечания не дают сомневаться в новизне, достоверности полученных результатов. И считаю, что Владислав Владимирович Гуржий... Ну, здесь вот надо полностью красивую зачитать. Надо, надо протокол. Тогда вот я её прям так и зачитаю. Диссертация Гуржия Владислава Владимировича на тему кристаллохимии природных и синтетических сульфатов селенитов и селенатов уронила соответствует основным требованиям, установленным приказом от 19.11.2021 года номер 11.181.1 о порядке присуждения учёных степеней на Петербургском государственном университете. Соискатель Гуржий Владислав Владимирович заслуживает присуждения учёной степени доктора геолога минералогических наук по научной специальности 1.6.4 «Минералогия, кристаллография, геохимия, геохимические методы поисков полезных ископаемых». Ну и, несомненно, пункты 9 и 11 указанного порядка диссертантам не нарушены. Спасибо. Денис Валерьевич, большое спасибо. Борис Евгеньевич, пожалуйста, вам слово. Спасибо. Уважаемые коллеги, я знаком с работой Владислава Владимировича уже много лет, поэтому буду очень краток, все какие-то детали вы найдёте в отзыве, который опубликован. И, конечно, я хочу отметить, что это огромная работа, очень на высоком уровне выполненная. И отмечу только вот один такой очень важный момент, что без исследования соединения урана фактически мы не сможем решить проблему успешного развития атомной энергетики. И вот, несмотря на бурное развитие атомной энергетики в мире, как это ни странно, но количество подобных исследований, оно сокращается. В этом плане многолетняя системная работа Владислава Владимировича, она, конечно, является редким приятным исключением. И что очень важно, что эта работа находит и продолжение в студенческих работах. То есть это очень и очень важно. И без сомнения, полученные результаты являют собой существенный вклад в развитие минералогии, геохимии и кристаллографии. Во всех отзывах как бы положено найти какие-то замечания, но Владислав Владимирович очень хорошо поработал после предзащиты. И было довольно трудно найти, к чему бы, так сказать, предъявить какие-то замечания. Ну вот отмечу только, что не следует, говоря об уране, концентрироваться только на топливном ядерном цикле или на природных урановых минералах. Уран, он настолько универсальный, уникальный материал, что он находит свое применение в самых неожиданных областях. Ну, например, даже вот в плане культуры мы можем упомянуть краски для фарфора или урановое стекло. В общем, изделия из уранового стекла нашли свое отражение в культуре человечества. И, например, такой момент очень важный, что в 99-м году во время войны в Югославии огромные территории этой страны подверглись загрязнению обедненным ураном за счет использования бронебойных снарядов с металлическим ураном. И, собственно говоря, вот прямо сейчас мы имеем возможность наблюдать вторичное минералообразование на этих территориях. То есть вот все гораздо шире. Но, тем не менее, я хочу отметить, что, в общем, эта работа очень хорошо выполнена. И зачитаю вот, так сказать, необходимую фразу. Диссертация Гуржия Владислава Владимировича на тему кристаллохимия природных и синтетических сульфатов селинатов и селенитов уранила полностью соответствует основным требованиям, установленным приказом от 19.11.2021 года номер 111.81.1 о порядке присуждения ученых степеней в Санкт-Петербургском государственном университете. Соискатель Гуржия Владислав Владимирович заслуживает присуждения ученой степени доктора-геолога минералогических наук по научной специальности 1.6.4 минералогия, кристаллография, геохимия, геохимические методы, поисков полезных ископаемых. Пункты 9 и 11 указанного порядка диссертантам не нарушены. Спасибо. Борис Евгеньевич, большое спасибо. Теперь мы переходим к отзыву членам Совета, которые участвуют в дистанционном формате. Пожалуйста, Елена Вадимова-Соколова, Вам слово. Спасибо. Я хочу зачитать кое-что из своего отзыва, потому что мой отзыв опубликован на английском языке, а мне хотелось бы прочитать кое-что по-русски. Поведение уранов при поверхностных зонах Земли имеет огромное значение для здоровья нашего общества. И результаты работы Владислава Владимировича Гуржия, которые были здесь представлены, непосредственно связаны с этой важнейшей проблемой. Легкость, с которой соединение уронило образуется в водных растворах, приводит к серьезным проблемам при хранении радиоактивных отходов, так как возрастание нагрева вследствие радиоактивного распада вызывает коррозию и образование трещин в любых контейнерах, которые содержат радиоактивные отходы, и может привести к образованию высокорадиоактивных и токсичных соединений в неразгерметизированных контейнерах, а затем и к их последующему растворению, распространению посредством поверхностных и грунтовых вод и посредством ветроваренных условиях. Добыча урана приводит к подобным проблемам. Много хранилищ различных типов радиоактивных расходов были предложены во многих странах. Из-за долгого периода полураспада радиоактивного урана и других радиогенных изотопов такие хранилищ должны надежно содержать в себе радиоактивные отходы в течение многих тысячелетий, и правила хранения в таких хранилищах обязательно содержат минимальные сроки безопасного хранения, обычно 10 тысяч лет. Любая утечка из такого хранилища должна быть остановлена так быстро, как только возможно, а перемещение соединений уранила должно быть остановлено с помощью химической реакции, которая приведет к образованию более нерастворенных соединений, которые не смогут перемещаться дальше. Много различных геологических хранилищ было предложено с различными нейрологическими, геохимическими характеристиками, отвечающими конкретной местности. Таким образом, улучшение процесса борьбы с любой утечкой урана будет зависеть не только от самого урана, но и от минералогии, геохимии и поверхностного дренажа окружающих пород. В результате этого детальное понимание и знание того, какие соединения могут образоваться из уранила в широком спектре различных геологических условий является решающим фактором безопасной остановки любой утечки из такого хранилища. Этот же аргумент применим и предотвращение миграции соединений уранила из шахтных отходов. Работа Владислава Гуржия указывает на такие работы, которые в будущем будут необходимы для того, чтобы решить эту критическую проблему вокруг всех хранилищ радиоактивных отходов и шахтных отходов. Гуржий синтезировал 117 соединений уранила в условиях, особенно температуры, которые напрямую соответствуют их кристаллизации и поведению в среде, типичной для хранилища, в котором образовалась брешь. Гуржий значительно обогатил наше знание о типах соединений, которые могут образоваться, если уранил попадет в среду, содержащую серую селен. А это, в свою очередь, позволит выработать стратегию эффективного закрепления урана в такой среде. Диссертацию Гуржия Владислава Владимировича на тему кристаллахимии природных и синтетических сульфатов селенидов и селенатов уранила полностью соответствует основным требованиям о порядке присуждения ученых степеней в Санкт-Петербургском государственном университете. Соискатель Гуржий Владислав Владимирович заслуживает присуждения ученой степени, доктор геолога минералогических наук по научной специальности минералогия, кристаллография, геохимические методы поиска полезных ископаемых. Никакие пункты, порядка диссертантам не нарушены. У меня нет дополнительных вопросов и замечаний. Спасибо. Спасибо большое, Елена Вадимовна. И теперь Александр Григорьевич Штукинберг. Вам слово, пожалуйста. Так, ну, во-первых, конечно, работа очень серьезная. И то, что получено много структур и много соединений примерно схожего химического состава и проанализированы их кристаллические структуры. Это само по себе замечательная вещь. Потому что только в такой ситуации можно хоть что-то анализировать. Если структуры совсем разные, то, в общем, сложно делать какие-то выводы. И, ну, в общем, очень серьезный и такой добротный подход. Что замечательно. Вот. Второй замечательный момент, который мне нравится в этой работе, это то, что есть попытка связать, собственно, структуры с условиями образования. Хотя это не совсем тема кристаллохимической диссертации, но то, что такой подход есть, это существенное достижение. Вот. Ну и, конечно, к этому подход не очень сильно разработан, но, тем не менее, вот эта связь между сочленением палитров и температурой образования, на мой взгляд, является наиболее таким интересным с точки зрения образования, ну, вообще с точки зрения связи между структурой и образованием. Вот. Значит, конечно, хотелось бы, чтобы здесь было больше уже именно химии, то есть связи растворимости этих, ну, составы растворимости этих комплексов. Ну, и глобальная идея, что то, что есть в растворе, то и кристаллизуется. В общем-то, она, наверное, как-то может быть здесь прослежена. Вот. Что касается замечаний, у меня есть большие, скажем так, сомнения или непонимания с тем, как, что такое сложность и как она здесь используется. но вообще сложность это то, что очень интуитивно хочется применить к описанию структур. В моей собственной работе я с этим тоже сталкиваюсь. Но тем не менее, почему, например, используется информационная энтропия Шеннерга? Собственно, как сравнивать сложность структур разного состава? Какая сложность является сложной, а какая не является сложной? То есть, как, в общем, сравнивать полученные цифры? Ну, и главное, а какие, собственно, выводы можно из этого сделать? То есть, есть выводы совершенно качественные, но для этого ненужные параметры. Есть выводы более количественные, но тогда нужно понять, о что мы хотим анализировать. Вот. Понятно, что эта концепция еще не вполне классическая, то есть, она еще в процессе развития, но как она была применена и как она и что из нее можно излить, не совсем непонятно. Вот. Ну, собственно, наверное, это самый большой вопрос к работе. Вот. А так, в целом, я всячески поддерживаю и считаю, что эта диссертация удовлетворяет всем требованиям. Я должен зачитать этот параграф или можно просто сказать, что я полностью согласен? Этого достаточно. Спасибо. Александр Григорьевич. Коллеги члены диссертационного совета высказались, теперь моя очередь как председателя. Я хочу сказать, что мой отзыв он во многом перекликается с тем, что уже было сказано, но, тем не менее, я его готовил совершенно независимым способом, поэтому какие-то моменты я все-таки хочу озвучить. У меня нет никаких сомнений, что это докторская работа, что наш уважаемый соискатель совершенно справедливо претендует на эту степень, и вот на этом я хвалебные речи, пожалуй, что и закончу. А вот из, не то чтобы замечаний, а комментарий, у меня есть два пункта, которые мне показались важными и интересными. первый пункт, он как раз такой кристалл-химический. В своей работе Владимир Владимирович подразумевает сульфатное соединение урана на островные цепочечные слоистые. И привод примера каждого из этих соединений очень интересный. При этом очень любопытно, что вот эти все блоки, острова, цепочки и слои, они состоят из структурных группировок двух типов. Это, собственно говоря, уранил и, как правило, это соединение серы, селены и так далее. То есть как бы два строительных кирпича у единой постройки. Вот при таком подходе выделение этих самых островов, цепочек и слоев становится несколько субъективным и подчиняется не строгим правилам, а скорее соображением удобства описания конкретных кристаллических структур, конкретных соединений. И вот при таком подходе возникает опасность увлечься частностями и упустить некие общие закономерности, поскольку подход, еще раз повторю, не очень строгий. А вот именно эти общие закономерности хотелось бы увидеть в докторской диссертации. А между тем вот такой главы я в этой работе не нашел к своему огорчению. Это первый момент и второй момент такого генетического плана. Я всячески приветствую использовать данные кристаллхимии для интерпретации условий образования минералов. В данном случае это сделано в формулировке первого защищаемого положения. И сразу скажу, что идея, которая в нем выдвинута, она мне кажется очень привлекательная. Но проблема в том, что в тексте диссертации она, с моей точки зрения, плохо обоснована. И сам соискатель в главе с таким романтическим названием «Кристаллхимический взгляд на образование различных структур, на образование минералов уронила» и в заключительной там части диссертации очень осторожно об этом говорит, используя такие выражения, можно предположить, по-видимому, должны происходить скорее с учетом поверхностного происхождения и так далее. То есть очень не категоричен, а скорее как рабочую гипотезу обсуждают. И сам соискатель прекрасно понимает с моей точки зрения слабость такой позиции, тем более, что в защищаемом положении образование различных минералов урана встается в зависимости всего от одного параметра, от температуры, что с моей точки зрения совершенно этого мало. И, конечно, и давление, и концентрация других компонентов в щелочной среде, очень, может быть, что кинетические факторы влияли на этот процесс. То есть такой-то однобокий подход слабое место в это положение. Более того, главным аргументом в пользу своей идеи Владислав Владимирович переводит результаты экспериментов, но как опытный экспериментатор он прекрасно понимает, что не факт, что в экспериментах достигнут равновесия, не факт, что они полностью адекватно отражают природные условия, и это очень такой зыбкий подход. И, наконец, это положение обосновывается примерами, очень часто примерами очень редких минералов, буквально единичные находки. Но если минерал на один раз, то о каких-либо закономерностях его образования говорить на самом-то деле не приходится, или этому нужна большая статистика на разных месторождениях, в разных ассоциациях, только тогда можно как-то нащупать какие-то закономерности. То есть, на мой взгляд, не очень полно это положение здесь обосновано, и у меня такой стратегический вопрос самому для себя осталось при такой аргументации это положение вообще выносить на защиту. Но, тем не менее, еще раз говорю, критикуя это положение, я хочу подчеркнуть, что идея мне нравится, когда спросил про сумасшедшую идею, может быть, что-то такое, такая научная сумасшедшенька, она именно в этом и есть. И заключительная фраза, я как председатель должен ее прочесть, видимо, целиком, диссертация Гуржия Владислава Владимировича на тему крестлохимии природных и синтетических сульфатов селенидов и селенатов уронила, соответствует основным требованиям, установленным приказом о порядке присуждения ученых степеней в Санкт-Петербургском государственном университете. Сыскатели Гуржия Владислав Владимирович заслуживают присуждение ученой степени доктора-геолога минералогических наук по научной специальности 1.6.4 минералогия и кристаллография геохимия геохимические методы поисков полезных ископаемых. Пункты 9.11 указан приказа не нарушены. Вот это мой отзыв и теперь настало время Владиславу Владимировичу ответить на главные замечания, может быть не на все. Спасибо. Да, Алексей Ильич, большое спасибо и уважаемые коллеги. В первую очередь, конечно, хочу поблагодарить вас за критическое, но положительно критическое рассмотрение текста и материалов диссертации. Что касается ответов, Алексей Ильич, я, наверное, с вашего вопроса и начну. Действительно, некоторое, наверное, отсутствие четко фундаментальных границ можно обнаружить в работе. И вот эта зыбкость, которую вы говорите, она во многом, наверное, основывается на вообще такой экспериментальной работе. Что-то действительно делали мы в лабораториях, многое подсматривалось у коллег. Здесь вопрос, доверять или нет их результатам. Оно во многом здесь сказано. если мы будем доверять им, тогда можно ставить жирную точку какую-то. Но всегда, конечно, есть нюанс. И это действительно, как экспериментаторы понимают, что даже в одной лаборатории из одного угла в другой перейти, и, может быть, оно не все так будет складываться. Именно с этим связано присутствие таких неких фраз, более обтекаемых. Но, тем не менее, все-таки, мне кажется, что результаты именно все-таки подсмотренные в рамках литературного такого обзора поиска, так и в результате наших экспериментов они все-таки позволяют нам такое защищаемое положение сформулировать. Ну, а дальше, если наши коллеги, наши последователи нас поправят, ну, что ж, это будет только хорошо, наверное, и действительно покажет в значимости нашей работы, что мы шли в верном направлении. Вот. Значит, Денис Иванович, мы действительно уже, наверное, в прошлом году начали работу, как сказать, по объединению наших таких научных коллективов. Вот, и вот наши студенты ездили в Самару, чтобы как-то наладить вот это вот вообще не сытно, ну, как скрещивание наших таких фундаментальных кристаллографических школ, вот, чтобы следовать, может быть, и применять другие подходы, вот описание. Поэтому, да, я надеюсь, что это как бы только улучшит в дальнейшем, да, как бы оба может быть наши подходы. Вот. Александр Григорьевич, в плане значит, сложности, структурную, действительно, метод разрабатывается, вот, но мне кажется, это действительно наиболее близкий к нашей вот кристаллохимии, что ли, да, вот подход, потому что в основе вот этой информационной сложности, ну, что лежит, ну, количество позиций, да, их кратность, то есть это как раз то, чем мы оперируем в любом кристаллохимическом описании, в любом структурном обзоре. То есть это первое, что лежит на поверхности, вот, ну, и вот этот подход именно основанный, вот, ну, по сути, только, да, на вот строение вещества, ну, это, наверное, ну, как сказать, основа основ, ну, а дальше, действительно, может быть, вот с помощью Сергея Владимировича удастся как-то, может быть, там, развить эту теорию в другом, ну, не то, что в другом, да, но продолжить это движение и привить, ну, действительно, есть там нюансы, например, там, вот разупорядоченные позиции тоже, да, как-то там какие-то вот такие вот моменты, там, те же самые заморфные замещения учитывать, но здесь речь идет только как бы о позициях и только в их кратности, поэтому это вот, наверное, с точки зрения именно фундаментального освещения, ну, по идее, не должно так вот сильно контрастировать именно с кристаллохимическим описанием структур, вот, ну, и вот напоследок, наверное, комментарии вот Бориса Евгеньевича по поводу вот использования, ну, действительно, вот некоторое время назад, когда там по Чехии гуляли, вот и там выставлено большое количество вот предметов искусства, предметов искусства, да, вот таких красивых, вот эти вот стаканы, там всякие вот тарелочки из урансодержащего стекла, это потрясающе красиво смотрится, даже попытался приобрести такое, как бы в наш быт, но пока еще, как на семейном совете к консенсусу не пришли на этот счет, вот, но это действительно красиво и спасибо за пожелание, вот постараемся там в дальнейшей работе этому тоже уделить внимание, вот, ну, Елена Вадимовна, Станислав Костанович, вам огромное спасибо, действительно, за вот такие, ну, теплые слова и характеризацию работы, это очень приятно, спасибо большое. Спасибо, я обращаюсь к ленам диссертационного совета, все ли удовлетворены ответом нашего соискателя, коллеги диссертационного, спасибо, спасибо, тогда мы переходим к следующему пункту нашей повестки дня, это это выступление всех желающих, пожалуйста, может быть, кто-то в зале хочет сказать несколько слов, Игорь Викторович, тогда, пожалуйста, к микрофону, приставьтесь, не надо представляться, надо, надо, для протокола, шутка, Пеков Игорь Викторович, главный научный сотрудник геологического факультета Московского университета, член КОР Российской академии наук, так сказать, минералок, если попрос тому, минералок и геохимик, потребитель той самой информации кристаллохимической, так сказать, которую нам предоставляют коллеги, и вот Владислав Владимирович, так сказать, ну, наверное, не надо лишний раз повторять, что сегодняшняя минералогия и геохимия без кристаллохимии просто немыслимой, вот, так сказать, и, конечно, каждое серьезное кристаллохимическое исследование и природного, и синтетического, как мы иногда говорим, минералоподобный этот термин нравится не всем, но тут уж делать нечего, придется с ним мириться, так сказать, хочу две вещи, так подчеркнуть, оно, может быть, так сказать, прямую не прозвучало, так сказать, но очень хотелось бы про это. Первое, это, так сказать, на геохимию связь, конечно, топологии с таким понятием, как растворимость, информацию именно по топологии, по способу объединения полиэдров, реберные, вершинные, ну, гранных тут вроде бы как особо нет, то есть это четко прочность связи, а отсюда растворимость. Анализируя это, мы понимаем, как себя ведут те или иные твердые фазы. Ну, понятно, что, если речь идет о гипергенезе, то, так сказать, вопросы с давлением, они просто не стоят, так сказать, это изоборические системы, никакого давления, кроме капиллярного, тут, в общем-то, просто нет, так сказать, ну, когда синтез, там уже разговор другой, и, кстати говоря, вы спокойно могли бы оперировать такими нехитрыми вещами, как степень заполненности автоклавы и температура. Для каждого из этих типов есть нормальные градуировочные графики. Вот, это первое. И второе, это уран и селен. Казалось бы, да, два редких элемента, как они друг друга находят, и почему это интересно для минералогии, для нас, которые изучают природу. Вот так получается, что дружат они, начиная с эндогенных процессов, причем дружат они и в гидротермальных карбонатных объектах, да, вспомним работы жильных Юрия Максимовича Дымкова, вспомним работы Рыжова по собственно рудным горам, и другой тип это гипергенные образования, но гипергенные восстановленные, то есть черниевые руды, так сказать, причем это не только катанга, это не только юта, у нас есть эти объекты, Усть-ююк, тот же самый в первую очередь, да, сказать, и очень интересно, что там происходит, хотелось бы, чтобы вы продолжили вот эту вот, так сказать, селенидную и селенатую вы найдете, очень красиво вы показываете, что селены сера, несмотря на открытие отца изоморфизма Миттерлиха, да, все-таки это немножко разные вещи, правила Вегарда, так сказать, у вас нарушается постоянно, причина понятна, вот это вот красивая часть очень вашей работы, вот, ну, не буду больше задерживать, так сказать, хочу поздравить кафедру, поздравить, собственно говоря, институт наука земли и весь Петербургский университет с, так сказать, будущим уже в очень ближайшей перспективе доктором, у меня нет никакого сомнения, что совет не завалит Владислава Владимировича, так сказать, очень приятно, что-то такие работы есть, что есть, так сказать, очень высокой квалификацией и что в кристаллохимической работе всё-таки генетическая часть, она, так сказать, как-то пробивается, пусть не всё объясняется, вы защищаете, это я температурный зависимости, эмпирический факт, найденный вами и вполне имеете право потом объясниться как-нибудь, ну, или не объяснится. Спасибо. Спасибо, Игорь Викторович. Спасибо. Спасибо большое. Есть ли ещё желающие выразить своё отношение к этой работе? Можно я вот тоже ещё в дополнение? Ну, наверное, уже не как член Совета. Наша кафедра, кафедра неорганической химии Самарского университета занимается исследованиями в области химии, кристаллахимии урана достаточно долго под руководством Серёжкина Виктора Николаевича, ну, и, надеюсь, достаточно успешно. И я хочу сказать, что вот эта вот высокая положительная оценка, это мнение не только лично моё, это мнение всей нашей кафедры, потому что работа активно обсуждалась, мы спорили, смотрели, и все поддерживают вот эту положительную оценку. Ну, и просто комментарий, вот насколько на самом деле условно разграничение наук, потому что вот я как председатель ДСОВЕТа по химическим наукам могу совершенно точно сказать, что работа абсолютно тянет ещё и на специальность 1.4.1 и на органическая химия. Всё, спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Коллеги, желающих не появилось? Нет. Ну, Владислав Владимирович, по протоколу я должен дать вам слово, чтобы вы ответили, но мне кажется, тут всё позитивное, кроме спасибо сказать. Алексеич, совершенно верно, даже не просто спасибо, да, большое-большое спасибо за, ну, такие вот тёплые слова и такую столь высокую оценку, столь важную уважаемых коллег, это действительно очень дорогого стоит. Спасибо. Спасибо вам. Я должен спросить, есть ли у нас вопросы, которые поступили, вопросов не поступили, и тогда я предоставляю слово научному консультанту нашего соискателя Сергею Владимировичу Кривовичеву, профессору, доктору геолого-минералогической наук, члену-корреспонденту Академии наук. Спасибо, Алексей Ильич. Уважаемый Алексей Ильич, уважаемые члены диссертационного совета, дорогие коллеги, во-первых, хотел бы сразу поблагодарить членов совета за, во-первых, согласие работать в этом совете. Действительно, совет состоит из, наверное, лучшего совета для данной работы, было бы сложно себе представить. Здесь есть представители и химической, вот, крупнейшей урановой школы в России, в Советском Союзе, значительно, в России. Это Самарская консоло-химическая школа, есть человек, который непосредственно на практике работал с ураном, с радиоактивным соединением, это Борис Евгеньевич Бураков, два классических наших структурщика, это Снисан Сантинович и Элина Вадимовна, и, наконец, специалист по росту такой мировой величины, это Александр Григорьевич Штукинберг. То есть, по-моему, конечно, лучше подобрать совет было бы очень сложно. Я хотел бы немножко пару слов сказать о самой работе. Действительно, богатейший фактический материал, собран крислохимический материал, в принципе, можно было бы и ограничиться, вот, и, собственно, поставить все, так сказать, все защищаемые положения, выстроить именно в таком крислохимическом ключе, так что, в общем-то, если бы дискуссия была бы, то она бы велась бы, так сказать, на почве крислохимии, на почве структур. Но, как мы видим, значит, наибольшее количество возражений было именно возражений, предложений, замечаний, было касалось именно первого защищаемого положения, в котором Александр Владимирович решил выйти, как бы, за пределы, так сказать, чистой крислохимии и уйти уже в вопросы, связанные с ростом, с термодинамикой и с кинетикой, с термодинамикой. Вот здесь, конечно, это было немножко опасно. Я хочу сказать, она была еще более радикальной с точки зрения выхода за пределы крислохимии, но мы в процессе дискуссии, это исключительно, так сказать, заслуга, первое, зачем выложение, исключительно заслуга. Владислав Владимирович, может быть, не надо все-таки про температуру говорить? Он говорит, нет, надо, потому что это так и есть. Вот такое наблюдение и вот никак. Действительно, очень интересный вопрос. Может быть, действительно, там играет большую роль то, что действительно, когда происходит реберное объединение, более высокая зарядовая плотность поверхности вот этих слоев, может быть, здесь это как-то играет, может быть, это как-то связано с растворимостью, надо, конечно, об этом думать, но факт остается фактом, вот как сказал Игорь Викторович, это эмпирическое наблюдение, эмпирическое наблюдение тоже можно защищать, а вот какой, конечно, за этим лежит механизм, это серьезный вопрос. А почему, конечно, хотелось выйти за пределы, потому что системы очень интересные, системы растворимые и они эволюционируют во времени, то есть вот если говорить о кристаллизации из растворов, они эволюционируют во время, почему именно в фазовом отношении, сначала падают одни кристаллы, потом они растворяются, потом другие начинают, то есть вот, конечно, здесь хочется действительно понять, что управляет этим процессом, то есть и, естественно, значит, здесь много вопросов, связанных, действительно, почему вот это, может быть, это действительно как-то связано с особенностями структуры, может быть, это связано вот с такими особенностями, вот с тем, что называется сложностью, да, то есть действительно, насколько сложной, и сейчас действительно можно давать количественные оценки этой сложности, потому что до последнего времени таких оценок сложности, в принципе, количественных не существовало, обычно все на пальцах, вот, это была субъективная идея, вот, и, конечно, вот это действительно проблема, сумасшедшая идея, и проблема номер один, связь структуры, и именно структуры, вот, не морфологии кристаллов, там, не формы агрегатов минеральных и так далее, а структуры, вот, и особенности роста, то есть это и термодинамика, и кинетика, вот, и много здесь факторов, там, и ПАЖ тоже играет большую роль, поэтому, конечно, вот это, здесь мы видим обширное поле, здесь очень много эмпирических наблюдений, в свое время, вот, Вильгельм Оствольд, на основании этих эмпирических наблюдений, вот, правило ступеней Оствольда, который предложил, последовательность кристаллизации фаз, вот, и над ним в свое время смеялись, говорили, ну, как же так-то, что-то такое, вот, а сейчас это одно из его достижений, хоть в Нобелевское время далее мы закатались, но вот это правило ступеней Оствольда, это одно из тех наблюдений эмпирических, которые, которые, так сказать, вот сейчас, может быть, и здесь тоже, может быть, мы, может быть, на самом деле, все эти фазы, которые исследовал Дмитрий Владимирович, может быть, они на самом деле метастабильны, они, может быть, они такие, здесь, конечно, большой простор для дополнительных методов исследования, но, конечно, работа, прежде всего, креслохимическая, и ценность ее, мне кажется, нельзя переоценить, а одна из изюминок этой работы, это, конечно, изменение структур, изменение топологии структур при вариации сероселен, это, конечно, совершенно вот таких аналогов, действительно, вот этого, вот этой находки, я, честно говоря, в литературе, ну, в общем-то, не знаю, для такой достаточно сложной системы, вот. Ну, и, конечно, я хотел бы сказать пару слов о самом Владиславе Владимировиче, конечно, его отличает большая энергия, целеустремленность, вот, а в достижении результатов это видно из его открытости к сотрудничеству, вот, он активно сотрудничает со многими и российскими, и иностранными минералами, и минералогами, простите, минералогами, и, конечно, вот те фазы, действительно, вот его, как бы совпало время его научной работы, вот с этими открытиями, вот этих уронилосульфатных фаз, с так называемыми разреженными структурами, то есть это просто, действительно, очень большая удача, эти фазы, вот, много по ним работают и наши минералы, здесь в зале присутствует Анатолий Касаткин, и, ну, Игорь Викторович, мы с Викторовичем одну фазу там тоже описали, ну, и американцы, и чехи, чешские исследователи, конечно, сейчас, действительно, я думаю, что, поэтому эта работа имеет такой, наверное, будет иметь минералогический отклик, если, действительно, она приблизит нас к пониманию тех процессов, которые происходят в вот этих вот вторичных, вторичных зонах окисления, и вот почему вот эти фазы, эти фазы растут, вот, в заключении несколько слов, вот, значит, таких, ну, знаете, вот, есть такая история, значит, специалисты разных конфессий спорят о том, когда начинается жизнь, вот, значит, и один представитель говорит, жизнь начинается в момент зачатия, друг говорит, нет, момент рождения, а представитель, третья конфессия и говорит, вы знаете, нет, дорогие. Жизнь начинается, когда жена забирает с собой детей и уезжает с ними на дачу. Я хочу сказать, что жизнь, научная жизнь, начинается после защиты докторской диссертации. Настоящая, спокойная, свободная, когда не нужно уже заботиться ни о чем. Но это я ни в коем случае не хочу умолить семейное, как бы нанести некоторый урон в семейном положении, Ваислав Владимирович. Но действительно, я считаю, что хорошая традиция нашей кафедры с какого-то момента, что защищает докторские в молодом возрасте, с тем, чтобы потом иметь широкий оперативный простор, возможность для импровизации на новые научные темы. Я думаю, что Ваислав Владимирович как раз покажет нам, будет одним из таких примеров вот именно такого развития событий. Спасибо. Спасибо большое, Сергей Владимирович. Спасибо. Уважаемые коллеги, я обращаюсь ко всем присутствующим в зале. Есть ли все-таки еще желающие высказаться? Желающие так и нет? Тогда на этом дискуссия и прием вопросов у нас закончен, и мы переходим к следующему пункту нашей программы. И перед подведением итогов и заключительными голосованиями я задаю вопрос членам диссертационного совета и соискателю. Есть ли у членов диссертационного совета и соискателя какие-либо замечания или вопросы по процедуре проведения нашего сегодняшнего заседания, в том числе вопросы, связанные с режимом удаленного доступа? По протоколу я должен получить ответы от всех членов диссертационного совета. Станислав Константинович? Нет никаких замечаний, никаких вопросов. Замечательно. Пожалуйста, коллеги. Никаких замечаний нет. Даже замечаний нет. Замечательно. Елена Вадимовна? Ни замечаний, ни вопросов. Спасибо. Александр Григорьевич? Замечаний нет. Спасибо. Спасибо. У меня тоже замечаний нет. Тогда, уважаемые коллеги, члены диссертационного совета, перед началом голосования я хотел бы спросить, у нас есть необходимость сделать перерыв для обсуждения вот этой работы, высказывания каких-то особых мнений, или мы можем сразу перейти к голосованию. Голосование. Елена Вадимовна? Согласна. Александр Григорьевич? Да, можно. Спасибо. Спасибо. Тогда ставлю вопрос о присуждении Гуржу Владиславу Владимировичу, ученой степени доктора... Да-да-да. Московское время 18 часов 12 минут. И я ставлю вопрос о присуждении Гуржу Владиславу Владимировичу, ученой степени доктора геолого-минералогических наук по научной специальности 164, минералогия, кристаллография, геохимия, геохимические методы поисков полезных ископаемых, на открытое голосование. Я хочу подчеркнуть, уважаемые коллеги, что, голосуя за, каждый член диссертационного совета соглашается, что пункт 11 порядка присуждения ученой степени в Санкт-Петербургском университете диссертантам не нарушен. Позволю себе этот пункт вам процитировать. В диссертации соискатель ученой степени обязан ссылаться на автора или источник заимствования материалов или отдельных результатов при использовании в диссертации результатов научных работ, выполненных соискателем ученой степени лично или в соавторстве. Соискатель ученой степени обязан отметить в диссертации это обстоятельство. Я напоминаю, что решение диссертационного совета по вопросу о присуждении ученой степени считается положительным, если за него проголосовало более половины членов диссертационного совета, но не менее трех, участвующих в заседании. Итак, коллеги, мы переходим к голосованию. Станислав Константинович Филатов, ваше мнение? Я за. За. Денис Валерьевич, ваше мнение? Да, за. Борис Евгеньевич? Да, за. Елена Вадимовна? За. Александр Григорьевич? За. Я, Борис Нисон, Алексей Ильич, тоже за. Итого, итого. Уважаемые коллеги, из шести, нет, я ошибся, раз. Шесть. Из шести диссертационного совета за проголосовали шесть, против никто, никто не воздержался. Решение о присуждении Гуржу Лариславу Владимировичу, ученой степени доктора геолога минералогических наук, по научной специальности 164, минералогия, крестолография, геохимия, геохимические методы поисков полезных ископаемых, принято. Поздравим, коллеги. И заключительное слово, подождите, подождите. Заключительное слово соискателя. Уважаемые коллеги, прежде всего, конечно, моя неизмеримая благодарность председателю и членам ученого совета, особенно Елену Владимировну, Александру Григорьевичу, что вы нашли возможность из-за океана подключиться в столь ранний час, и вообще ознакомились с работой и за столь лестные отзывы. Уважаемые коллеги, огромная благодарность всем. Я, если честно, долго думал, как ее выразить, не нашел лучшего, наверное, чем представить ее в виде такого небольшого слайда. Это, конечно, безусловно, кафедра, ресурсный центр, коллеги, друзья, знакомые, которые так или иначе поддерживали и помогали всем в протяжении всех вот этих лет занятий. И, конечно, безусловно, ничего бы этого, наверное, не было без научного руководителя. Сергей Лавенович, вам просто огромнейшая благодарность, ну и, конечно, семьи. Без них уж точно ничего бы не было, потому что как-то таможня дала добро, и вот в итоге вот это все получилось. Большое вам всем спасибо. Ну и дальше будем продолжать в том же духе. Коллеги, я как председатель совета хочу поблагодарить всех членов учебного совета. Особую благодарность я хочу выразить нашим коллегам из Америки и Канады, чтобы вы нашли возможность присоединиться к нам и так конструктивно выступили. Спасибо большое, коллеги. И объявляю заседание закрытым. Спасибо.